Добро пожаловать в Казахстан! С миром, с Богом. Для того, чтобы понять эти взаимоотношения, надо глубоко разобраться, что есть человек и какой мир нас окружает. К сожалению, большинство привыкло думать, что мир чуть ли не плоский, то, что видим, где есть мир. Есть, конечно, наука, которая объясняет суть радиополя и гравитации в какой-то степени, то есть есть теория единого поля, это физика. Но наука дальше мозгов не поднимается. У человека, кроме мозга, который способен формировать мысли, существует еще и чувственная оболочка, если можно так назвать, способность чувствовать и способность проявлять свою духовность, то есть собственное «я». Это ощущение. Поэтому разница между мыслительным процессом, чувственным и духовным, огромно ощутительна. И все это, наверное, тоже можно физику упомянуть. Волны звуковые распространяются со скоростью примерно 340 метров в секунду, мысли 300 тысяч километров в секунду, где-то на два порядка быстрее эмоции. То есть добавьте еще пару нулей, там точно никто и не знает, потому что где-то близко около 400, в 400 раз примерно скорость чувств, быстрее скорость и мысли. И об этом узнали только несколько десятилетий назад. Ну и духовная, конечно, составляющая, нам вообще неизвестно, измерить ее не можем. У нас нет ни инструментов, ни даже, скажем так, способности выйти пока на те волны, которые являются духовными, кроме ощущений. Мы их осознаем только через свое восприятие. Но между чувственностью и духовностью большая разница, потому что слова «вера, надежда, любовь» как раз относятся к ощущениям. Это не мысли и должны быть чувства. Хотя думают люди, что это чувства. Что же такое человек? Человек состоит, естественно, из тела, повторяю еще, способность мыслить, способность чувствовать и ощущать. Это и есть полностью, полный человек. Мы как бы на землю появились для того, чтобы пройти урок. Мы как заготовки. Мы еще не люди и не дети Божьи. Мы только хотим стать такими. Но станем ли или нет, неизвестно. Все зависит от нас. Насколько хватит нас силы, веры, силы воли, веры, терпения. Все, что слагает понятие человека. Если нас хватит этих качеств, значит шанс есть. Но для того, чтобы шанс появился полный, зачем Бог присылал сюда пророков? Потому что периодически, когда приходил, скажем, один пророк, его быстренько либо прогоняли, либо убивали, а потом то, что называется конфессией или религиозными деятелями, они очень быстро делали эту религию для себя. И она переставала быть настоящей религией. Слово религии происходит от слова религара, восстановления связи. Чтобы восстановить связь человека с Богом, необходимо исполнять его законы. Других способов связаться с Богом нет и никогда не будет. Потому что Бог не может быть в один век такой, в другой век в другую инструкцию, а в третий век в третью. И сейчас куча религий, которые стучат себя в грудь кулаками, что приходите к нам, здесь и есть Бог, а там нигде больше Его нет. На самом деле Бога на земле давно забыли. И никакая конфессия к Нему не ведет. Почему? Да потому что никто и не собирается ни в одной конфессии жить по заповедям. Начиная с самих патриархов, митрополитов и паства. Потому что никто не знает, как это делается. О заповедях много говорится, что их надо выполнять. Это день и ночь об этом нам говорят. Но как их выполнять? В лучшем случае отсылает к опыту известных вам личностей. Может быть это Саровские, Радонежские, может быть есть и на Западе какие-то такие личности. Но их очень мало. И их опыт, если он и был, он освящен весьма скудно. Потому что в основном это уход в отшельники, это какие-то ограничения в пище, в каких-то мирских потребностях и так далее. Но ведь если человек себя ограничил в чем-то, Богу это нужно? Нет. Богу главное, чтобы выжили по Его закону и не пачкали мир, как мы это сейчас делаем. Не только делами, но и словами, и мыслями, и чувствами. Это и есть тоже грех. И вот отшельники, уходя куда-то, почему они уходили? Потому что они жили между двумя пришествиями, если можно сказать. Первое пришествие – Иисус Христос, второе, по моему мнению, состоялось. И вот когда не было Христа и не было второго пришествия в эту тёпную эпоху, даже в Ветхом Завете написано, что люди живут до того момента, когда будут ходить от моря до моря, от океана до океана, и не найдут Слова Божьего на земле. Его не будет. И вот эти две тысячи лет человечество только в таких очень сильных своих людях проявило себя и очень редко. Кому-то хватило, ну, понимаете, когда один на миллиард работает, это слишком мало, для того, чтобы популяция людей на земле сохранила своё существование. Сейчас обстановка изменилась. Примерно с конца 20-го века пошла эта волна на землю. Когда-то я её словил. Были годы колебаний, сомнений, но опыт – упрямая вещь. Когда опыт приводит реально к улучшению, это поступательное движение, всё лучше, лучше, всё становится и на душе проще. Вот не скажу, что, скажем так, радость постоянная какая-то, потому что борьба с тьмой, она весьма серьёзная. И радости иногда и долго и не бывает. Но где-то в глубине, вот в душе, в духе, ощущение, что мы победители. Я внутри это считаю, что мы победим тьму. Вот единственный вопрос во времени. А остальное уж как получится, то есть земные обстоятельства. Ведь надо же искупать прошлые грехи. Библия говорит, кому вы простите грехи, давай Отец Небесный простит. То есть если мы принимаем в смирении какие-то внешние обстоятельства, которые нам очень не нравятся, направленные в наш адрес, если мы терпеливо относимся и не клянём судьбу, не унываем, не раздражаемся, не обижаемся, следовательно, мы де-факто уважаем закон Божий, закон справедливости, который звучит просто, что посеяли, то и пожнёте. И вот мы пожинаем, но при этом очень нам жизнь не нравится. А пожинаем в какой форме? Ну, не буду говорить, у каждого есть свои проблемы. Это и есть сжатва. Она очень многолика. У каждого ни одного одинакового не найдётся. Смысла нет обсуждать. Это касается и здоровья, и судьбы. И если человек это начинает понимать, теоретически он всё понимает, что зачем бояться? Ведь страх побеждается бесстрашием. То есть, если я верю в Бога, Бог сильнее от тьмы. Главное, чтобы я был с Ним, а я был с Ним только тогда, когда Он меня примет. А примет Он тогда, когда я бескомпромиссно буду делать всё, что могу со своей стороны, для того, чтобы расправиться с собственными грехами. И никого не обвинять вокруг, потому что не суди, да не судим будешь. А будешь судить, так будешь судим тем судом, которым сам судишь. Потом и люди, которые других ругают, обвиняют, что они такие сякие, вокруг все виноваты. И тогда этот человек попадает именно под эти слова закона. Тогда и начинает так листать судьба, что мало не покажется. И люди эти фразы читали многие, многие должны изусть их знать. Но почему-то они в голове сидят, но никакого положительного эффекта от них нет. То есть записано на плёнку как бы мозга, но человек этими словами не живёт, их не опустил в душу или не поднял в душу. Ведь не только понять надо суть христианства теоретически, то, что Он говорил, но ещё научиться жить этим словом – это две как раз-таки базовые задачи. Первая – совершенно чётко выстроить, что от нас хотел Бог через Христа. Ведь Иисус тоже был Бог, я и Отец едино суть, Он говорил. То есть это был луч Божий. И что Он от нас требовал? «Если любите меня, выполните мои заповеди», Он говорил. В этом есть любовь к Богу. Это в Библии все цитаты есть, это не моя цвятина. Значит, любить Бога можно только выполняя заповеди. Что такое заповеди? Заповеди – это все наши деяния, и видимые, и невидимые, то есть внутренние тоже. Потому что мы считаем, материалисты, что мы не нарушаем закон, если мы ничего внешнего не сделали. Но теперь небесами всё открыто. И мысли, и дела Он знает наперёд. То есть мы всегда находимся под контролем. И те миры, которые мы пачкаем, мир мыслей, мир чувств, мы точно так же за них отвечаем. Потому что это такие же миры, они нисколько не хуже и не меньше значимы, чем материальный мир. Мы за них несем точно такую же ответственность. Вот и человек придает ему слишком малое значение. Поэтому, если учить жить по заповедям, то надо обратить внимание на все наши структуры и научиться бороться со всеми, и знать как, и знать с чего начинать. И начинать надо далеко не с голодовки. Неплохо, конечно, в меру кушать, кушать правильную пищу, не переедать и так далее. Но это, скажем так, это хорошо, но это не главное. А главное, это научиться справляться с отрицательными эмоциями. Потому что эмоции, ещё раз говорю, быстрее мысли в 400 раз примерно. Следовательно, импульс эмоции, сильнее импульса мысли. И если мы не победим эти сильнейшие, неизмеримо сильнейшие по скорости волны эмоции, у нас никогда мысли хорошие, мы их не сможем остановить, плохие мысли. Поэтому начинать надо с эмоций. Если эмоции укращены, мысли сами по себе выстраиваются. Ты начинаешь понимать, потому что ты пробил брешь через свой вот этот чёрный экран. Ведь у каждого из нас миллионы грехов прошлых. Следовательно, они вот, скажем, как эту тучу нагнали, и между нами, и нашей душой, и далее с Богом. У нас препятствие. Это препятствие надо что? Разрушить. Чем разрушается? Во-первых, переставать лепить вот эти вот отрицательные эмоции, то есть бесов творить, как их предки называли. И во-вторых, в смирении принимать свою жизнь, такая, как она у нас есть. А вот там очень тяжело бывает, а куда же денешься? Ведь если бы мы грешили там 20 лет, нам бы хватило, может, 2 недели, чтобы скупить всё это. Но мы грешили далеко не одну жизнь. И всё сейчас скопилось, как вот плотина, которая сдерживает мусор. Этот мусор в гора целого и у каждого. И списать его за короткое время невозможно. Но сколько можем, столько мы и должны делать. Вот отсюда жизнь наша, почему такая, насыщена негативными какими-то событиями. Потому что как раз сейчас идёт суд, и каждый человек в земле судится. Поэтому на земле стало жить плохо с точки зрения людей. Но справедливо с точки зрения Бога. Потому что люди рождены светом и позволили себя увлечь в пучину. Мы начали творить зло. И за каждый, скажем так, элемент зла мы должны ответить в столице, как гласит закон. Теперь, если вы понимаете, да, что эмоции именно из-за того, что они мощнее, чем мысли, мы должны начинать с них. Эмоции ведь тоже разные. И каждая эмоция требует своей логики. Почему она греховна? Скажем, почему страх греховен? Казалось, ну что ж, я виноват, что ли, если меня пугает, то война вот-вот будет, то с работы выгнали, то с детьми что-то происходит. Нам страшно становится. А почему этот страх нас одолевает? Потому что мы к Богу не идем. Либо идем очень слабо, кое-как. И тогда сами обстоятельства начинают нас подгонять. Я вам напомню фразу Христа. Она очень хорошо иллюстрирует этот страх. Иисус говорил ученикам, не ищите, во что одеться, чем питаться. Так поступают язычники. Ищите Царство Небесное, а остальное все приложится. Ибо Отец Небесный знает все ваши мнения. Это как раз удар по страху. Что вы боитесь завтрашнего дня? Современно можно сказать. Что бояться? Что за квартиру платить нечем будет? Что детям надо идти в школу, а нет ни одежды им не купить. И все это надо в последние крохи собирать. То есть напряжение растет. И, скажем, все новые и новые слои населения нищают. А почему нищают? Потому что идет процесс суда. Что вы сеете, то и пожинаете. Поэтому клясть судьбу, какая она есть, недовольны быть судьбой, это, можно сказать, быть недовольным поведением своим, которое было до сегодняшнего момента. И проклинать судьбу, которая от слова «суд» происходит, это значит обвинять Бога, что Бог устроил плохой мир. Нам хочется, чтобы каждый человек жил по своему какому-то сценарию. А так не бывает. Мир устроен в одних и тех же законах от рождения до сего момента. И дальше будет проложить в тех же самых законах Божьих. Не учитывать их просто глупо. Вот. Можно сказать, что человечество воюет само с собой уже многие миллионы лет. И настал момент, когда с нами диалог переходит постепенно в наказание. Вот. И люди, которые не поймут, что идет сейчас слом всякой тьмы, идет уничтожение людей, которые совершенно не хотят жить по законам Божьим. Уничтожением кто занимается? Сами люди. Обратите внимание. Ведь не Бог плохо обслуживает самолеты, или устраивает там войны какие-то, стравливает народы друг с другом. Нет, это делает тьма. А люди почему от этого защититься не могут? Потому что они с тьмой связаны своими грехами. Грех – это и есть тьма. И каждый человек миллионными грехами связан с этой тьмой. А к Богу он так обращается иногда, с перепугом. Как где-то у меня даже стихи дали мне, что... Бог нужен только тогда, когда человек в больнице, или он под градом снарядов или пуль может погибнуть. Вот тогда Бог очень нужен. Там никто не клянет Бога. Все почему-то верить начинают. А вот когда все нормально, и хлеб с маслом есть на столе, и все улыбаются вокруг, как-то и не может. Как видите. Мы рождены волей Божьей. Это действительно Отче наш. А когда ребенок не уважает закон Отца, не уважает самого Отца, и даже в него не верит, беда таким детям. Мы дожили от этой большой беды. Если подробнее рассматривать, как устроен мир. Но мы потом немножечко порисуем. Нам самое главное понять потолок наших ошибок. Потолок как раз это чувство. Выше нашей структуры не испачканы. То есть наша сущностная составляющая и духовная составляющая никогда не пачкаются. То есть пачкаются наши нижние элементы. То есть тело, оно начинает болеть. Это мыслительный аппарат. У нас головы тоже больные. Я не говорю, что там все какие-то сумасшедшие. Я имею в виду, что неправильная деятельность мозга. Нейроны плохо работают. Смотришь, уже в возрасте начинается. У кого Альцгеймер болезнь, у кого какие-то еще опухоли мозга. Сплошь и рядом сейчас есть заболевания мозга. Есть заболевания позвоночника, заболевания других органов. Почему? Мы живем не в гармонии. А кто эту негормонию создал? А мы, то есть каждый из нас внес свою лепту. И черт, она жаловаться. Если вы знаете, что, скажем, нельзя трогать горячий утюг раскаленный, но вы берете его, трогаете и говорите, такой утюг проклятый. Вот примерно как мы выглядим в глаза Господа. Не трогайте вы его, то есть не делайте грех. И вы не получите ответ в виде столицы. Но человек продолжает это делать. Вы тогда будете страдать. Ведь это чуть ли не в каждом тысячелетии посланцы нам это говорили из века в век. И ни разу не добились результатов по-настоящему. Потому что, я говорю, какие-то люди, которые называют себя религиозными деятелями, брали это все в свои руки и искажали саму суть религии. Суть религии всегда от испоконников. Живите по закону Божьему. Кто не живет по закону, тот Бога не любит. А не любя Бога, невозможно ему служить. Ты становишься врагом. Не Божьим, конечно, а самого себя. Богу навредить мы не можем. Ибо мы живем на крохотном пятачке материи, и зло далее не распространяется. Вот наша грубая материя, и на дна, или вокруг нас еще параллельно существует такая средняя грубая вещественность. Вот эмоции, мысли. Но это очень ограниченное пространство. Далее нет никакого зла. Но чтобы выйти чистым за пределы этого места, нам нужно расстаться с грехами. Нас никто из этого мира тогда не выпустит в сознательный и духовный мир. Еще раз говорю, любая религия должна быть направлена на это. И священники, ее функционеры должны уметь сами жить по заповедям и должны научить свою пасту. Только в таком случае такая конфессия может называться религией. То есть она восстанавливает связь с Богом через выполнение заповедей. Да, на это нужно много времени. Но я считаю, что у христианских конфессий было достаточно времени, чтобы разобраться в себе, чтобы появились учителя, а не просто, скажем так, гавруны на тему религии. Очень много трактатов религиозных, очень много всевозможной подачи по религии. Есть и целые басни о том, что делал Иисус и как и так далее. На самом деле очень много говорится о Христе, рассматривают Его земную жизнь, какие-то обстоятельства, но совершенно из виду упускают конкретно Его учительскую сторону, учительскую линию. Что же Он говорил? Потому что если священники научнут цитировать Христа, сказать, если любите меня, выполните мои заповеди. Кто их не выполняет, меня не любит. Это цитата из Евангелия Теанна. Попробуйте процитировать, и тогда у людей начнут открываться глаза, скажем, батюшка, вы выполняете заповеди? Нет. А что же вы тогда Бога не любите? Вы же служители Божьих, как же так? Тогда возникнет вот этот диссонанс, повиснет вопрос. И кому это надо? Тогда придется расписаться в своем неумении, в своем непрофессионализме. Тогда надо уходить со сцены, тогда надо искать работу. А с работой сейчас сложно. Я не могу сказать, что в храмах все таковы, есть достойные люди, замечательные люди. Но, к сожалению, сама суть религии сковеркана и очень давно. Она у самых истоков после смерти Христа. Первые же, кто понесли эти ветви религии, разделяя на такую конфессию, такую и так далее, они растащили как бы религию на разные варианты. Потому что религия не может быть разной, она может быть только одна. Если бы люди выполняли заповеди, те, кто были рядом с Христом, и продолжали их выполнять, именно вот это подавая будущим поколениям, тогда мы никогда бы не дожили до такой жизни, до которой дожили сейчас. Христианство было едино на земле, строгое, ясное, простое. И, можно было сказать, мир разделился, христианский мир, на лентяев и на христиан. Все, других бы не было просто. Какие могут быть другие? Расскажи. Не было бы. Выполняя заповеди, человек начинает полностью уходить из обвинения кого-то. Я проходил эти вехи, когда думаю, как же мне не обвинять кого-то, когда они вон что творят. Я думаю, ну я же знаю формулу. Вытаскивай свое бревно из глаза, а там видно будет. И вот что такое бревно из глаза вытащить? Это значит справиться со своими грехами. И чем дальше я шел, тем меньше мне хотелось кого-то обвинять, потому что ты начинаешь глубоко понимать суть. А зачем кого-то обвинять? Ведь появляется уважение к закону. Один из них гласит, человеку дону свобода выбора. Это закон выбора, свобода выбора. Если мне кто-то делает плохо, значит он выбирает так жить. Он сам этого хочет. Я, конечно, буду защищаться. Но обвинять его смысла нет. И есть Божий закон, и есть судья главный, который сказал, аз воздам. И он воздаст, и я в этот суд лезть не хочу. Потому что я сам еще, как говорится, нечист. И занимайся своей нечистотой, своим бревном. А ставь Богу суд над теми, кто тебе делает плохо. И если человек уже до этого дошел и может так делать, он уже несколько шагов хороших сделал вперед. Появляется смирение. Появляется вот эта вот не толстовщина, когда мы проходили когда-то, непротивление, зло, насилие. Но что-то похожее на то, что сопротивляться надо, защищать свое достоинство надо. Если тебя обманывают, не давайте себя обмануть. Если вам хамят, способны ответить хорошо, грамотно, без зла. Нельзя в ответ на зло злом отвечать, когда ты удваиваешь злом. Умейте вот именно парировать какие-то выпады правильно. Это искусство жителей. Далее. Все можно разбить на подгруппы. Вот о страхе я уже начал говорить, что страх побеждается верой в Бога. Если вы реально в Бога верите, о чем бояться-то? Бог сильнее тьмы. И страх возникает только тогда, когда человек либо в Бога не верит, либо он слабый, ленивый и чувствует, что он не тянет. Бог его не защищает. А почему не защищает? Потому что он слабый, потому что он не выполняет того, что поставил перед ним Бог. Задача – живи по заповедню. Не получается. Не получается. В глубине души начинает человек понимать, что он выпадает из-под защиты, и тьма его может одолеть. Правильно он считает. И страх тогда появляется. Видите как? Вот когда-то у меня в течение какого-то времени страх ушел, потому что я понял свою главную задачу. Как можно быстрее, вперед и вверх, изо всех сил. Пусть больно, пусть трудно, пусть искупление идет, очень часто моменты эти. Но ты взялся, иди. Чего же ты останавливаешься? Начинаешь тормозить, значит, ты теряешь веру. Раз теряешь веру, защита от тебя отходит в сторону, и тебе начинает так долбать судьба. Почему? Потому что бесы обозрены твои, и окружение вот это все. А, ты с нами. Сражался целых несколько месяцев. Мы тебе сейчас покажем, как идти к Богу. И начинается сильнейшая атака. Можно сказать, что Бог нас бросил в этот момент. Нет. Нет. Бесы в данном случае работают на Бога. Они делают нам очень больно, чтобы мы опять вернулись на этот путь. Потому что другого выхода-то нет. Либо нас эти козлища растопчут до конца, что сейчас и происходит уже на многих частях мира. Либо мы от этих козлищ будем защищены чем? Волей Божией. А воля Божия с нами только тогда, когда реально уменьшают свои грехи, реальная вера у меня. И тогда скорость большая, продвижение вперед. Больше ничего же не надо. Очень просто. Далее. Фраза. Где богатство ваше, там из сердца ваше. О чем она говорит? Если для человека реально душа дороже всего, ее освобождение от греха. Тогда да, тогда вы цель ставите правильной. Потому что человек существо такое. Какую цель внутри себя ставит, настоящую цель, сам себя не обманывая, ту цель он и обслуживает. Тогда у него все нацелено на обслуживание этой цели. Если же он декларирует свое стремление к Богу, там, вера у меня, все и так далее. А для самого у него развлечения, заработки, может быть, карьера, может, еще какие-то там хобби есть. Вот. Если для него это главное, он не пройдет туда. Потому что богатство его здесь. Где богатство, там сердце ваше. Следовательно, ничего не получится. Это тоже важнейший элемент. Надо это понимать. Вот. Очень многие люди, особенно, ну, такие, как сказать, побывавшие в теме, вот. Многие откачнулись, потому что приходило очень много людей. И прошли обучение, все. Но потом показалось, что да не все так плохо. Жить как-то можно. И вдруг смотришь, проходит 10-15 лет, идет звонок вот накануне приезда в Германию, человек, который лет 10 назад вошел в тему, кажется, вдруг он. Я все понял. Мне настолько тошно живется. Вокруг настолько тошно. Я все понял, что мне было дано, но я вот эти лет 10 сидел, ничего не делал. Мне казалось, вот так и так, и так, и так. Смотришь, начинает постепенно возвращаться. Потому что жизнь, она, кажется, в бараний рог сворачивает человека. И получается, пока жарили петух не клюнет, мужик не перекрестится. Вот оно так и происходит. И за многими, зачем же доводить себя до крайней точки? Попробуйте вот именно через веру пойти вперед. Если вы не пойдете, все равно такой или иной сценарий неприятный вас ждет, иногда крайне неприятный. Вот. И толчок такой вам нужен, он будет, неизбежно будет. Поэтому, проще говоря, страх побеждается верой. Все. Настоящей верой, духовной верой. Если взять группу эмоций, таких как уныние, раздражение, обида, претензии какие-то необоснованные, тем более. Вот. Это закон справедливости или закон издаяния, что сеешь, что и пожинаешь. Поэтому мы не имеем права на эти эмоции. Эти эмоции греховны. Из-за чего? Из-за того, что человек не понимает, что закон, скажем, возвращает ему какие-то его же проступки обратно, через страдания, которые посылаются через конкретных людей, через конкретные обстоятельства, он эти обстоятельства принимать не хочет. Он начинает злиться, находить виновных. Они иногда прям реально вот виновные. Вот кто-то тебя обокрал, кто-то тебя с работы там начальник выгнал, или сосед выжил тебе из квартиры. Да много всяких событий бывает. Вот они виновные. Но добиться этим вашим контрагентом своих целей против вас удалось только потому, что вы не с Богом. И все. Вы отвечаете по счетам и не попадаете под защиту воли Божьей, потому что вы не с ней. Вы со своими какими-то земными задачами настолько цепями к ним прикованы и так далее. Для многих дети являются вот этим вот якорем, который никак не вывернешь, потому что вот это переживание за детей. Что такое переживание? Это мое поле накрывает ребенка и живет с ним, чтобы он не погиб, чтобы он там это. С одной стороны, вроде хорошо, потому что родители действительно любят детей. Но напоминаю вам, что мы на земле связаны в родственные вузы, так сказать, волей судеб. А на самом деле, мы все абсолютно независимые духи, несущие полностью, полную ответственность за свои деяния, как наши дети, так и мы. И мы, как родители, не менее ценны для Бога или для мира, чем наши дети. Поэтому помните об этом. Если ребенок себя ведет безобразно или не хочет то-то и то-то делать, оставьте его пока временно. Не бросайте его, но и не позволяйте ребенку вас утопить. Не позволяйте тормозить вашу духовную работу. Ничего хорошего не будет. Вы ему не поможете и сами, если уйдете в пропасть. Будьте добры. Надо это очень хорошо понимать. Потому что, когда вы разгружаете чужую тьму, получается, чужое неуважение и к Богу, и к закону, тогда она в вас и входит. Потому что вы добровольно открываете. Свобода выбора. Я тоже когда-то не понимал, почему я помогаю людям искренне искренне, а потом мне становится плохо. В том числе, они же меня и предают потом. Надо делать выводы. Позже, когда я разобрался в физике этих явлений, я постараюсь помогать людям но если вижу, что в ответ идет зло, я перестаю помогать, имея на то право. Хочешь быть злым, оставайся злым. До той поры, пока это зло тебе не придет к каким-то конкретным, очень печальным обстоятельствам и может тогда в тебе проснется совесть и способность благодарить за добро. Дайте человеку дожить до этого, иначе он никогда не будет нормальным. Потому что, к сожалению, я вот по неведению помогал в первые годы одному, второму, третьему, пятому. А потом мне столько плохого от них было. Почему? Неблагодарный человек есть такое качество. Завистлив. И многие другие качества, которые входят в мое поле, потому что я доброволец, я открылся, я помогал, искренне от души. тем самым меня начали топить. И для того, чтобы не только выжить, но еще и идти вперед и вверх, да еще помогать другим людям, которые, скажем, за мной пошли, я обязан защищать себя вот как свой периметр. Потому что помогать другим можно, если ты сам сильнее. Как ты можешь помогать другим, если ты сам двигаться на дно, на угромой. И вы также, если вы что-то поняли, начинайте работать над собой. Пока вы каких-то побед не добились, над собой, я имею подчеркиваю, над собой, в себе не пережили, вы никому не сможете помочь. Сила вашего слова, проникающая сила ваше слово зависит от вашей чистоты, от накопленного опыта. Потому что вибрации, которые появляются у человека, имеющего опыт, совершенно иные. Звук тот же, вроде бы, но обертона другие. Интонация другая появляется, она более глубокая, потому что чем меньше в тебе греха, тем больше тебя небо пускает в высшие оболочки. И ты оттуда извлекаешь те волны, которые недоступны людям, которые не собираются жить по закону. Поэтому многие материалисты говорят о Боге, читают проповеди, не имея веры. И слово у них, как Библия назвала, они камни вместо хлеба дают. Он не жуется, этот камень, он бесполезен. А хлеб живый шедший с небес, может быть, только тем, откуда принесенным, только Словом Божиим. А Слово Божие дается тем, кто любит Бога. А настоящее Слово Божие дается только тем, кто послан Богом, если уж говорить точно. Тогда Слово Божие, вот оно, было на земле две тысячи лет назад. Иисус его отдал людям в помощь. К сожалению, эта помощь была растворена и превратилась в какие-то десятки конфессий, которые не стали нашей поддержкой. И вот сейчас на нас надвигается тьма, а мы перед ней безоружны. Почему? Потому что настоящая религия вооружила бы нас. Мы бы знали, как сражаться с бесами. Скажем, как одного беса победить? Не будем говорить как это о всех деревьях, а в одном моменте. Как уничтожается бес? Возвращаю вас еще раз к этой фразе. Кому вы будете прощать? Давай, Отец Небесный, простим. Что происходит за пределами нашего мозга там? Вот вы, допустим, 25 лет назад или 10 лет назад проявили зависть или обиду или ревность. Это бесы. Вы их породили, они ваши. И вы за них несете ответственность. На шнурках они за вами болтаются по судьбе и никуда от вас не отходят. Если их много, они создают у вас болезни, создают какие-то неприятные эпизоды в жизни. То есть, так нас судит жизнь. Это ваше наследие, это ваше производное. Каким образом избавиться от этих бесов? Прощайте. Еще раз. Сделал вам кто-то плохо, ну что ж, я не святой, значит, есть за что отвечать, значит, я прощаю. Знаю логику, поймите, очень важно понимать логику этого события. Потому что мозг всегда был оппонентом нашим. И он требует абсолютно четкой логики. И я эту логику ему даю. Говорю, дорогой мой мозг, что сею я, конкретно вот я, то я и пожинаю. И пожинаю через вот этот сегодняшний эпизод. Я не начинаю учить людей других, вы делаете, делаете, а сам продолжаю обижаться. Тогда у меня слово пустое будет. Если я умею это делать, значит, у меня наполняется слово силой. И поэтому, если кто-то что-то делает, я его прощаю, мне нет, здесь реально нет зла против него. Просто смотришь печально на человека, который что-то мог бы сделать, но сделал пакость. Остается за ним, пойдет большая пакость по судьбе. Она за ним уже прицепилась и тащится. И искупить она может только своим страданием, через какой-то элемент судьбы. Поэтому, если я прощаю, вот данный, сегодня, допустим, мне сделали плохо с утра, я простил. И что тогда? Тогда Отец Небесный вас простил. Что происходит? Вот этот бес, который за мной тащился, через это принятие в смирении эпизода, воля Божия его уничтожает. Прощайте, и прощены будете. Прощайте, и прощены будете. Если у меня миллионы грехов, значит, я должен миллионы раз в судьбе своей прощать. И тогда им не наступает прощение. Ибо воля Божия растворяет этого беса. Видите, какая война? Следователи смирения это тот меч-кладенец, которым мы можем рубить эту тьму, как хотим. Поэтому у меня сразу возникли проблемы, когда я нащупал этот вариант, стал реально это делать. Такое ощущение, что тьма вся ополчилась против меня. Говорить о религии, о Боге, о любви, к Христу и так далее, можно с утра до вечера мели и мели твоей недели, как говорится. Но реально заниматься религией, то есть с христианством. Бесы всполошились. Они не мешают болтунам. Они начинают бороться с теми, кто что-то понял и делает действительно реальные вещи. Вот что происходит. И те, кто по-настоящему пошел, они с этим столкнулись. Все до единого столкнулись с этими проблемами. Вот. И что тогда? Вы, наверное, знаете, да, что в каком-то веке было принято заполнить какие-то церковные обряды еще прощением грехов. Вот понимаете, что происходит? Допустим, человек пришел к батюшке, просит опустить ему грехи. Конечно, это не батюшка, они говорят, что это мы отпускаем. Именем Господу Бога, по воле Божией отпускаются. Сначала покайся. Человек покаялся искренне, вот у тебя там раб Божий отпускается, грехи такие, воли там Божии отпускаются. Они вроде посредники. На самом деле, что происходит? Во-первых, результат. Человек после этого стал безгрешным. Если ему отпустили все грехи, которые до сих пор у него были, отпустили. Вот что, встал здоровый, счастливый пошел, ничего подобного. Ведь люди ходят, миллионы людей, если не десятки миллионов, ходят на исповеди, на покаяние, на прощение, грехов о жизни, как была плохая, так и продолжают быть плохой. Почему? А потому что это парфанация. Это, как называется, плацебо, пустышка. Никогда за всю историю христианства ни один грех таким способом не был прощен. Поэтому мы так и тащимся все с грехами непрощенными. И единственный способ простить грехи, это принять в смирении какой-то конкретный эпизод. Это процесс долгий, а как ленивым людям не хочется все это лично самому искупать, как просто пойти в храм и тебе там все смахнут, и ты выходишь, суды, когда мне нет грехов сегодня. А они есть, они как были, бесы только немножко притаились, похихикали, сказали, подожди, дорогой, подожди, мы тебя денек-другой, может, и не тронем, а потом опять начнем тебя, чтобы ты продолжал сюда ходить и продолжал обслуживать свои ленивые, черты характера. Это здорово. И нас, бесов, очень удовлетворяет, потому что, как мы были с вами, так никуда и не делись. Потому что бесы объявляют войну только там, где начинается с ними реальное сражение. Вот это да, да. А что, скажем так, с телом нашим происходит? Ведь все болезни, это есть тоже бесы, только они в медицине не воспринимаются так. В медицине это какие-то диагнозы ставятся, биохимические анализы проводятся, там МРТ, там всевозможные УЗИ и прочее, прочее. Выясняют, что там какие-то клетки нету, это формула крови не такая уже, там это, это, это опухоль, то есть новообразование такие, или там мегацеталовирус какой-то возник, или прочее, прочее. Это все разновидности болезней. Ну, от чего они? Представляете, человек абсолютно чистый стоит, перед Богом он ни в чем не виновен. Значит, в него входит вот этот луч, который породил его, это абсолютная красота и гармония. Как он может болеть? Он никогда болеть не будет. Какие проблемы у него могут быть на земле от окружения? Почему? Потому что он будет являться примером и начнет учить других. И тогда что получается? Он взял, скажем так, тысячу человек обучил, следовательно, он их полем своим накрыл сильным, и тогда вся вот эта многомиллионная рать чертей будут стучать по его периметру попытку достать и достать. Иногда и достают. Но ничего страшного. Ничего страшного, потому что если ты доброволец, ты работаешь, ты все понял, это же благо. Потому что мы все родственники. В духе мы все одни и те же родственники. соответственно, в этой борьбе человеку, конечно, еще раз говорю, надо помнить основные точки, мы потом перейдем к немножко другим эмоциям. Я стараюсь так возвращаться, возвращаться немножко к тому, что я говорил, чтобы закрепилось у вас. Это очень важно. Напоминаю, и по Библии Иисус говорил, что вера, прежде всего, вера это ключ от небес. Почему? Если вы верите в Бога душой, вы открыты Ему. Вы же форму строите. Господи, я в Тебя верю. А если только говорите о вере, вы как были закрыты перед Богом, так и остаетесь закрытыми. Если даже чувствуете какое-то умиление, можно сходить к каким-то мощам святых, можно поехать по святым местам, что очень многие делают, только и знают, что ездят, куда-то ездят, и везде они у этих мощей. Помоги мне там святой Пателий, Матронушка там, помоги, 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 человек превращается в попрошайку. А что ему нужно делать? А ты-то сам где? Ну ты можешь у Бога попросить, иногда дай, придет помощь, но ты-то что-то будешь делать сам? Даже анекдоты на эту тему есть. Человек, ты сам немножко что-то делай, что все время выпрашивать? Ведь молитва она дана, не для того, чтобы Бога что-то выпрашивать. Молитва это торжественное обещание. Помните, Отче наш сущний на небесах, да светится имя Твое, да будет воля Твоя, да наступит царствие Твое, как на небе, так и на земле. Хлеб насущный дам, дай ей на сей день. Что мы просим? Свет просим. Хлеб живище от шесть небес, как и говорит начало Евангелия от Иоанна. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим. Я только что об этом говорил. А прощать-то человек не умеет. Потому что каждый раз его что-то задевает. Он обижается на своих детей, на своих родителей, на коллег по работе, на улице сплошные обиды, обиды на власть обижаются, многие на церковь обижаются, на Бога обижаются, что мир не так устроен. Да что ж это такое? Сплошные обиды, претензии, недовольства. И человек забывает, что он на хвосте своей судьбы несет свое будущее. И прошлое его формирует его будущее. Никуда ты этого не денешься. Не нравится вам этот закон? Не нравится, как Бог устроил этот мир? Пожалуйста, можете клясть судьбу и так далее. Но сейчас пришел момент, когда Бог с нами ведет совершенно иной диалог. Вам дается в последний час, как говорится, либо вы с Богом, либо вы с чертом. Одно из двух. Третьего не дано. Либо вы пойдете сейчас и начнете исправляться, причем быстро, времени очень мало. Либо вы, кажется, пойдете под копытом этой конницы черной. Пожалуйста, вывод за вами. Когда придет конкретно по вашей судьбе этот конь придет, бледный там или рыжий или как вы описываете, тогда не жалуйтесь, что вас никто не предупреждал, вас никто не учил, вы не хотели сами этого. Вам дана была и теория простая и ясная, что делать, как делать, вам дана поддержка сверху крестной силы и от нее производная. Но если вы при этом ничего не хотите сделать, это ваша проблема. В этой вот серой книжечке перед началом религиозной темы тут о заблуждениях в науке, о заблуждениях в конфессиях. Перед конфессиональными заблуждениями как раз есть, если можно даже найти, почитать, что говорится, я ваш друг, а вы там не верите в меня, ваш Бог там, а вы не слушаете меня, я там это, 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 но если вы не хотите все это, по крайней мере, не кляните меня, что вы у меня ополчились, то есть Бог тоже с нами говорит, и я так при чем? Вам дана полная свобода выбора на земле, что хотите, то и делаете. Это было большое доверие к вам, со стороны Бога. Вы существа от света рожденные, и надежда была, что люди станут сознательными людьми, осознают законы этого творения и будут счастливы в пределах этих законов, но люди пошли с точностью да наоборот, под соблазном сатаны и собственной лень сыграли с нами эту злую шутку. Возвращение возможно? Конечно, возможно. Опять же, в христианстве достаточно неплохо выстроена вся цепочка последовательной, что нам надо делать. Это покаяние искренне от души, и человек ходит, фрамыкается, но выходит на улицу и делает совершенно то же самое, что он до этого делал. А какой смысл в покаянии? Если перевести это на язык юриспруденции, когда, скажем, вор или преступник любого толка пришел, его осудили, но он так каялся на суде, что его простили, сказали, ладно, мы тебя прощаем, иди и живи, ты же больше не будешь совершать преступление, он вышел и тут же кого-то ограбил. Вот человек прямо так себя ведет. Он покаялся в грехах, вышел на улицу или обругал кого-то, или опять позавидовал кому-то, или на кого-то обиделся, домой пришел, разозлился, муж на жену, жена там на ребенка или на бабушку, или соседа. И вот так это и идет непрерывная вендерта наша с миром. Остановить это можно только личным участием. Я хочу измениться. Следовательно, покаяние очень важно, конечно, оно нужно, но после покаяния надо уметь прекращать свои грехи. Они сразу не остановятся, но это нужны годы, годы, и годы. Торможение, уничтожение своих ошибок. Старые грехи смирением списываются, что и все это и пожинаем, а новые не делать. Вот я говорю, попробуйте применить это против страха, вера в Бога, против группы эмоций, уныния, там обиды, раздражения, это осознание закона свободы выбора и закона воздаяния. Или нет, закона воздаяния, свободы выбора немножко другое. Размите ревность, тоже очень повальная такая ревность. Ревность бывает там мужчина, женщина, женщина к мужчине, но бывает и подруги между собой, что это красоты дружат, а со мной мало. Это тоже вот идет постоянная передача их эмоций друг к другу. Бывают и другие моменты, когда завидуют, что одного ребенка талантливого, другого нет, этого ребенка больной, у этого нет, у этого там имущество есть, нет. Мы все, мы находим эту пищу, как говорится, потому что мы в этом отношении слабые. и каждый раз надо законы вспоминать, поэтому я добился каких-то результатов, не могу, что я добился абсолютно всего и всех, нет, я иду по этой дороге, тоже иду, вот, но добился результатов только через осознание законов всех, закон воздаяния, закон выбора, закон подобия, закон такой-то, закон такой-то, в сумме-то есть законы Божии, и понимая их, я все время применяю в жизненных обстоятельствах это знание, и через знание этих законов пропускаю любой эпизод и выбираю тип поведения своего, как я должен отнестись к людям или к этим обстоятельствам, я должен это делать, я должен учиться жить по закону, по образу и подобию, как говорят, мы можем стать, но по образу и подобию, если мы живем по законам, постепенно таковым не становимся, то есть мы живем по законам, тогда света, и сами возвращаемся, как блудный сын, к своим истокам. Ревность – это как раз нарушение закона выбора. Если, скажем, наш партнер, друг, жена, муж не хотят жить со мной или дружить со мной, ну так отпусти его, изначительность на ту причину. Смотришь, человек, ну не хочет его быть. Насильно удерживать его – унизительно, во-первых. Ну, допустим, обстоятельства, что там дети есть и все, значит, надо какие-то находить компромиссы. Не обязательно разбегаться сразу во все стороны, потому что, конечно, семья – это очень закрученные обстоятельства, может, и не один год будешь разбираться. Но если они ничем не отягощены, тогда, допустим, если женщина уходит от меня, значит, я должен посмотреть, прежде всего, на себя, а не злиться на нее, что она выбрала другого мужчину. А почему? Значит, я чем-то ей не нравлюсь. И вот тогда поворачиваю к себе этот взгляд, начинаешь видеть. Я, может быть, физически несостоятельным, может, интеллектуально несостоятельным, а может быть и духовно несостоятельным, а может, в этом, и втором, и в третьем, везде несостоятельным. А женщина сильнее меня, она лучше меня. И вот это тщеславие свое надо подавить, как гидру, и сказать, она же лучше меня, и нашла мужчину лучше меня. Она имеет на то право. Так же, как и я имею право. Если она слабая, если она начнет скандалить, вот эта стервозность такая появляется, еще какие-то, я могу год, второй, третий, десятый терпеть, сказать, больше не могу, все, не хочу. Вот срабатывает уже как предел какой-то, и расстаешься тогда. Поэтому даже интеллектуальное расхождение, когда люди встречаются, они, как правило, ну, примерно одинаково, они же нравятся другому. Но через, как говорится, путь соли съели вместе, и смотришь, один, скажем, интеллект растет, ему нравится то, 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 а другой, как сел там, играет в домино во дворе, так и продолжает. Сейчас, правда, другие обстоятельства, он уже сел в интернет и тоже самое примерно, погрузился, и он оба уха там и оба глаза там. Ему нет дела до своего того, женщин там или мужчина. Все, человек пропал в этом виртуальном мире. А второй ходит, ему хочется идти на лужах покататься, сходить на концерт куда-то еще, какая-то живая, не хочется в эту виртуальность погружать, там уже пусто. Это же чисто бесовское изобретение. Оно вроде бы и нужно, интернет, но на самом деле туда наша молодежь, как вот эти дудочники из Гамельна, уводят туда всех. Уводят, и они там так и... Потому что трата времени бессмысленно идет. Мало того, излучение нехорошее, мало того идут вирусы, в том числе обрабатывается наш мозг, если кто не знает, через интернет. И человек дуреет просто через какой-то... Не говоря о том, что у него тело разваливается, начиная от непрерывного сидения. И мозги болеть начинают уже в 15-17 лет. Вот что происходит. Так уничтожается будущее Земли. Это везде у всех странах сейчас. Повезло только какими-нибудь сибирикам, которые не имеют интернета, сидят в тайге, может, они такого не получают. Вот он немножко в сторону отклонился. Взять зависть. Зависть имеет очень негативную, скажем, последовательность, непоследовательное, последствия, негативные последствия. Из-за чего? Зависть – это не просто вот я хочу, скажем, то имущество или такого-то мужа, или такую жену, или вот еще чего-то хочу. Тут немножко по-другому это звучит. Если у меня этого нет, я хочу, чтобы и у тебя этого не было. А раз, чтобы у тебя не было, не важно, как у тебя этого не будет. Пусть сгорит, пусть умрет, что-нибудь произойдет, что-то. Конкретно иногда человек не ставит конкретно, что должно произойти, но он так хочет. И тогда тьма находит адрес, куда отправляется зависть. И этой зависти, если много, начинаются у человека проблемы. Сначала энергетики начинает все валиться. Голова начинает болеть. Половый аппарат, если зависть конкретно туда направлена, потому что партнер понравился, надо его отобрать. Тогда идет удар по второй чакре, удар по сердцу идет. Как вот я вижу, что голова четвертая, вторая, или свечетные чакры разбиты, это женская зависть, как правило. Женщина бьет другую женщину, ей не хочется, чтобы она была такой красивой, такой обаятельной, потому что вот на этом рынке невест я проиграю перед ней. И мне не нужно, чтобы на моем небосклоне вот эта звезда тут крутилась. Давай, чтобы она или заболела, либо там скрючилась, либо что-то такое произошло. Вот примерно что такое зависть. Это не материальная зависть, она бьет по нашему половому породу, по второй чакре. Если зависть материальная, она бьет по третьей. Сюда бьет страх, сюда бьет материализм, то есть безверие. Сюда бьет зависть. И даже не обязательно человек там жадный, просто для него шкафы, машины, свой замок какой-то выстроенный где-то, намного дороже, чем душа. Вот все тут будет разбито. Опорно-двигательный аппарат и позвоночник больше всего страдает из-за чего? Первая чакра. Я потом расскажу о чакрах, что это такое, потому что это индусский термин, и надо тоже его прояснить. Первая чакра у нас болит, если не болит, угнетена из-за того, что мы духовные лентяи. Отсюда у нас позвоночник будет гореть, и вся нижняя часть тела, и ноги будут плохие, и так далее, если это долго продолжается. Конечно, за один год накопление идет, потому что в свое время, когда я поднимался, и у меня тоже ноги плохие, и суставы были плохие, и позвоночник в двух местах был очень тяжелый, были травмы, были простули сильные, радикулиты, все это ушло буквально за полгода, ушло сразу, потому что я разогнался уже за полгода, за год до достаточной скорости, вверх, вперед и так далее, без компромиссов. Всю шу, через там полтора-два года вообще все тяжелые болезни ушли, сердце больное было, почки, горло постоянно в ангинах, бронхитах, все исчезло, и я стал понимать, что, опять, все наши болезни это наши ошибки, и ничего другого, ибо мы рождены светом, и свет мы сами прогнали от себя, а раз прогнали, свято место пустое не бывает, это место заняли бесы, и называются эти бесы брахиты, пиелонефриты, там остеохондрозы, и все кругом однолеет, даже физическое движение очень много может сделать, если кто знает Бубновского, такой есть, в Москве, он человек очень такой волевой, когда-то попал в катастрофу, будучи молодым человеком, вот, его толком-то мы не могли вылечить, он не захотел быть инвалидом в коляске, он стал работать над собой, и в конце концов, добился, он закончил медицинский вуз, и сейчас он здоровый такой мужик, отжимается, там у вас сто, спокойно, если не больше, я уж не буду говорить, и он очень популярно объяснил, что такое движение, что если, говорит, вы приседаете хотя бы сто раз в день, вы возвращаетесь сердцу в молодость, почему? Да потому что, вот эти вот мышечные ткани, они имеют как микронасосики, подкачка, потому что сердце бросает кровь вниз очень легко, да, гравитация все-таки, а обратно кровь поднимать тяжело, сердце очень напрягается сильно, и если вы не тренируете ноги, вот сидящая работа у вас, и так далее, тогда у вас дряхлеют мышцы, и они перестают это делать, и сердце тогда постоянно под максимальной нагрузкой, и человек уже в 30 лет начинает чувствовать эту ущербность, что у него дышка появляется, он не может быстро ходить, он не может там пробежать 50 метров, и раздыхаться начинает, и так везде, это нижний аппарат, взять поясницу, то есть пресс, здесь все мышцы наши слабые, все органы начинают перекашиваться, опускаться, туда плохо работают, не буду сейчас лекцию по этому читать, так же, как и пояс, отжимания какие-то, для женщин, естественно, немножко другие упражнения, для женщин мышцы не нужны сильные, но гибкие нужны, эластичные нужны, вот, если движение есть, и тут, и тут, и тут, значит, тело возвращает нам, собственно, работоспособность, жизнеспособность, но это тело, а мозги, мозги – это интеллект, он должен всегда быть нержавым, он должен всегда работать, познавать новое, вот, и если бы на это способен, а я таких людей знал, смог бы, я помню, 75-летний, его даже дедушкой назвать не мог, у меня такое уважение к нему было, он столько знал, и постоянно такие идеи предлагал на нашем производстве, его позвали, что все наши там главные инженера и прочие просто обалдевали, как это просто оказывается, он еще работал при царе-батюшке на золотых приисках в Бадайбол, и он такие вещи оттуда, он говорит, да зачем огороде, такие деньги оборудование покупать, да я сейчас из трех гривен, все это сделаю, раз, раз, и все, это я в гидромеханизации когда-то работаю, то есть земснаряды, и так далее, о чем это говорит, мозг не должен ржаветь от безделья, так же как и тело должен двигаться, вот поэтому если тело нам не дает, или мозг не дает нам результатов хороших, мы сами в этом и на это, так же и дух, движение духа это другое, во-первых, подчинение закону, то есть движение в сторону подчинения закону, даже подчинение это неправильный термин, мы сами закон, ведь в свет нас породил, и дух, и есть просто неосознанный закон, это матрица закона, следовательно, когда я начинаю разворачивать знания, знания о самом себе, пропадает ощущение подчинения закону, получается, что закон это и есть я, я только его не понимаю, и когда я начинаю жить по закону собственного я, это и есть от Бога данное мне, значит мне становится очень хорошо, радостно, здоровье приходит, и все остальное в судьбе хорошее, следовательно, это что, насилие закона над моей личностью, ничего подобного, я возвращаюсь к своим истокам, больше ничего, проявляются какие-то совершенно забытые наши способности, в том числе, вот то, что называется экстрасант, что такое сверхчувственность, это не сверхчувственность, это неправильное название, это возвращение к нашим истокам, возвращение к нашим способностям, они у всех у вас есть, у всех одинаковые, только извлекать одному долго придется, а другому быстро, а третий вообще не сможет их извлечь, потому что он ленив, и не верит в эти вещи, так что, все очень просто, и вся задача, которая поставлена перед нами, стать человеком, и что в этом великого, если преступник исправляется, есть в нем величие какое-то, он вращается к норме, нет ничего, экс-экс, никаких приставок нет, просто человек должен стать человеком, такая форма, если какие-то вопросы есть, можем немножко отвлечься на вопросы, потом вернемся, да, еще могу сказать, что зависть это тоже разновидность, не смирение, что человек хочет того, чему может сейчас не положено, если ты хочешь иметь что-то, возьми и зарабатывай, не можешь зарабатывать, нет профессии, иди учись, если уже не можешь учиться, тогда горе побежденном, ты лентяй, тогда что ты хочешь от жизни, этот мир не для лентяев, мы еще раз говорю, пришли сюда, для того, чтобы избавляться от лени, лень мать всех пороков, да, я слышу, это не способность принять чужое мнение, не способность, потому что человек живет, потому что я самый великий, я самый такой, самый, 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 но есть крайние проявления, а есть проявления, которые так скрыты, человек, допустим, весь он симпатичный, у него это есть, я вот такой, я вот такая, это течится своей внешностью, вот, я когда проходил свои опыты, подчиславие, у меня тоже было, и немало, вот, потому что я вроде бы, всегда в жизни умел держаться на плаву, вот, но, я потом понял, что, все, что мне дается, это дается от Бога, если у меня что-то начало получаться, первые месяцы, я думаю, первое, диалектически, если мыслить, если я дальше пойду, значит, через год, еще больше будет, а через 10 лет, и она на себя не узнает, чего же кичиться с этими элементарными, небольшими достижениями, это все ерунда, тем более, что все это дается, через веру в Бога, и через стремление справиться, следовательно, думаю, если я преступник, решил исправить себя, что же в этом такого, как я вот говорю, почему я должен этим кичиться, это нормально, то есть, человек исправляется, это его задача, именно человеческая, чтобы вообще называться человеком, вот, надо рассмотреть в себе это, а когда я этого не видел, я мог пойти, куда-нибудь в храм, или в монастырь, свой любимый у меня есть в Москве, я там мог стоять у статуи Христа, и все время этот диалог старался сформировать, и очень часто получал ответы, и мне говорили, что у тебя вот это есть, у тебя это есть, подсказки шли, то есть, это не значит, что со мной Бог разговаривает, это между нами и Богом есть колоссальное, скажем, количество посредников, вот кто-то ближний ко мне передал по цепочке, что оттуда тебе говорят, у тебя вот это, вот это, то есть, у нас всех видно, всех насквозь, что мы хотим, куда мы идем, хотим ли исправляться, или не хотим исправляться, и ждут от нас этих благих намерений, которые должны реализоваться в результате, а если они останутся благими намерениями, как вы знаете, куда они ведут, вот, намерения не реализованы, есть какие-то вопросы еще? Пример, слова, гордость, гордыня, в принципе, слова, нагренные, где, как говорить, угродацию, где гордость, а где это горденье? Ну, гордость, скорее всего, можно определить, как достоинство, защита достоинства, это не гордость, там, так говорят, а вот гордыня, вот, когда человек немножко нос задирает, от своих достижений, вот, или вообще иногда считают, что вот он во вторник родился, значит, он самый лучший человек на Земле, бывают и такие, некоторые нации иногда себя так считают, но это их проблемы, все равно, в принципе, это не мы. И еще один вопрос, по поводу, этой фразы, кому вы прощаете, тому и Отец Небесный прости, относится она, вернее, она адресована к человеку, который прощает, или к которому прощает, то есть, или это и тому, и другому, то есть, простит ли Бог тебе, в данном случае, потому что ты прощаешь, или простит того человека, которого ты, который тебя не делал? Я понял вопрос, Иисус обращается к людям, в данном случае, те, которые его окружают, Он говорил, прощайте, и прощены будете вы, если вы будете прощать, то и вы будете прощены, кем? Бог, Отец Небесный просит вас, если вы будете прощать, почему? Потому что прощая, вы признаете, де-факто, закон Божий, что он имеет право наказывать вас, закон, потому что вы сделали плохо, и вы и в судьбе получите плохо. Когда вы простили, когда вам это плохо вернулось, вы осознали, что да, закон Божий имеет право меня наказывать, и я не упрекаю, ни человека, который принес, как инструмент в его руках, как наказующий перст, скажем, и в то же время Бог тогда списывает с меня вот эту вот кляксу, то есть, которую я оставил, зло, этого беса, он его растворяет. Следовательно, Бог пришел и сказал нам, если вы будете делать так, будет так. Это все к людям обращено. Прощен будет тот человек, который сделал когда-то грех, и грех через страдание был прощен. То есть, реально происходит, реальное событие. Это не какие-то голословные фразы, и так далее. Если бы я этого не проверил многократно и многолетне, я бы не стал вам этого рассказывать. Такие еще вопросы. Давайте. Если есть неосознанный вред человеку, как вы не делаете? Ко мне человек открывается, через меня идет неосознанный вред ему, под меня. Что можем советовать, чтобы ему не вредить, и как это самому стараться? Как минимум, надо осознать свой вред. В чьем он? А если он неосознанный, то как осознанный? Ну как неосознанный? То есть, вы делаете, но вы не знаете, что это вред, да? Нет, это я понимаю. Но он говорил, что есть неосознанный вред. Когда человек развивается выше, я вижу, и через меня ему причиняется что-то. Что я сейчас, в сегодняшний момент, не вижу своих грехов. Вот в этом случае, как тогда быть? И можно ли это иметь, вообще тогда место? То есть, вот, на сегодняшний день я не вижу какого-то своего греха. Человек ко мне открыт, через меня идет ему вред какой-то? Ну, если вы не видите своего греха и грешите в адрес кого-то, конечно, ему будет плохо. Но в данном случае, если вы греха своего не видите, вы должны уж, если вы на пути, вы должны найти в себе возможности, способности этот грех в себе обнаружить. Понимаете? Это не так уж трудно. Для этого всего лишь надо напрягаться. Потому что, если рассматривать вопрос через меня, вот первое время, когда я приходил первые опыты, мне показалось, что я добился чего-то и больше я уже не могу. Вот я стою и говорю, вот все, что могу, я сделал. Мне говорят, нет, ты можешь больше. Я говорю, да не могу, но я уже черноизнанку выворачивался, что ли? Говорит, нет, можешь. И вот так я думаю, действительно, я не все испытал. Это все, что, знаете, человек, допустим, может поднять вот рукой, допустим, ну, 15 килограмм вот так, да, вот как гимнастику делают иногда. Я думаю, а вот 16 килограмм подниму, начинаешь поднимать, ну, поднял, а 17, берешь 17, я вот землю уже отрываешь, могу поднять? Ну, думаю, я себя очень напрягу, это из последних сил уже все, сейчас вот лопну, но все-таки поднимаю. Вот требуется от неба именно такое напряжение, потому что, еще раз говорю, время очень мало, и от нас требуется включить весь свой возможный потенциал. А люди наоборот, люди опустив, как говорится, руки идут, ну, сегодня немножко сделал, завтра немножко сделал, да подумаешь, важность какая, почему, да это от безверия, от непонимания, что происходит. Почему об дуршину у меня очень многие такие ключевые моменты прояснил? Вот он пишет во втором томе, по-моему, точно не помню, люди говорят, если вы знали, что к вам приближается, вы бы как-то от ужаса могли бы намагировать, просто, потому что все ваше зло нам за многие миллионы лет сейчас к вам с бешеной скоростью приближается, и в любой момент это может на вас обрушиться. Можно назвать это ересью, как некоторые говорят, да этот вообще непонятно, какая книга, откуда она взялась. Я говорю, давайте так, мы можем отложить об дуршина, то есть в свете истины, и сказать, что в этой книге ничто. Пожалуйста, это человек может не принимать. А что говорит Библия на эту тему? В 24 главе Матфея говорится то же самое, так и другими словами. Такого ужаса на земле, который к вам идет, не было от сотворения мира и никогда позже не будет. Вот что к вам идет. Так говорил Иисус. Поэтому те освященники, которые когда-то обругали эти слова, и говорят, что плохо Библию знаете, тогда вы Иисуса Христа упрекните в том, что он нас напугал, что он сказал, что будет вот такое, что когда вы увидите глад и морг из земли и военные слухи, и землетрясения, наводнения будут увеличиваться по местам, что сейчас и происходит везде, тогда знаете, что все при дверях стоит. В любой момент с вами это может случиться, вот это конец. Если человек это не хочет воспринимать, если у него политика страуса, голову в песок, а остальное все наружу, это их право, пожалуйста. А я считаю, что для себя, допустим, я должен сделать все, что могу в адрес своей личности, сам, то есть я как можно больше должен избавляться от грехов, потому что это же невозможно там ни за пять, ни за десять лет, это очень долгий процесс. Но я должен каждый год сделать все, что могу, вот именно по принципу, что за все силы. Тогда у меня график подъема идет крутой. Если я немножко ослабился, пойду вот так, у меня начинает судьба бить. Хоть я иду вверх и делаю вроде что могу. Мне говорят, нет, ты вот так можешь, иди так. И пока я так не пойду, меня будет бить судьба. Не только правильно надо идти, но и быстро, это очень важно. Вот, потому что если я иду и так, получается, что вот эту часть, дельта разрыва между своим возможным и тем, что я делаю реально, разрыв вот этот, я пытаюсь на Бога спихнуть. Господи, я же делаю все, как бы давай, работай за меня. Бог не будет этого делать. Вы натворили, вы будете убирать за собой. Если это понимаешь, вот убирай. Не понимаешь, значит, к разряду лентяев. Этот процесс тоже в Библии описан. О, если бы ты был горячий или холодный, я бы знал, куда тебя отнести. Но ты же теплый. Вроде идешь, но на самом деле едва-едва пыхтишь. Где же твоя личность, где твоя сила Духа? Царство Небесное силой берется, силой Духа. Вот. И естественно, что и молитва об этом, когда христианин, который поднимает голову и пытается с тьмой бороться, у него вот это вот обращение к Богу. Вот что наш сущий на небесах, да светится имя Твое, да будет воля Твое, да наступит Царствие Твое, как на небе, так и на земле. Хлеб насущный, дай мне сей день, то есть поддержи меня светом, дай мне увидеть свои недостатки, я же это просил. Если я что-то не вижу, покажи мне эти недостатки. Мне их показывали, но не так, как вот у тебя, вот у тебя. Нет, конечно. Люди конкретные, сталкиваясь со мной, вдруг мне говорили, даже дети иногда, что о-о-о-о. И сначала полохнет такой, какой ты мне тут, а потом возьмешься в руки, но он же правду сказал. И тогда такое переживание, стыдно становится. Ребенок нашел в тебе вот это. Ну, думаешь, ну же это полезно, болезненно, но полезно. Если я действительно свою душу ценю, для меня вот это полезно. Больно, но полезно. А к сожалению, люди, не победив тщеславие, они не хотят этого принимать. Не хотят. С нами разговаривает жизнь. Жизнь – это одно из названий Бога. И мы должны уметь в этой жизни читать ее через своих близких или дальних, через какие-то обстоятельства. С нами все время идет диалог. Какие вопросы еще? Скажите, пожалуйста, что такое уныние? Уныние? Это такое вроде бы не злобное, вроде бы и не вредное такое. Но это же упрек Господу Богу. Мне так плохо живется в твоем мире, Господи. Что такое? Вроде нет таких активных выбросов. Но на самом деле Бог, если бы, скажем, сидел с вами на лавочке на одну и сказал, «Торогая моя, ну ведь это твоя жизнь, ты ее сама строила, день и ночь, год за годом, жизнь за жизнью и сейчас пришла вот к такому результату. Поднимай голову, занимайся душой и я тебе помогу». Все. Вот диалог такой короткий бы состоялся. «А энергетически как это выглядит? А? Энергетически как это выглядит в умении? Умение? На человеке как? Ну, умение – это же как опускание рук. Понимаете, это же тоже форма. Я выбрал не сражаться. Мой Бог не хочет, падай, потому что помочь можно идущему. Огрузить, никто нас не будет и нести в Царство Небесное. Никто нас не будет. Ищите Царство Небесное, остальное все приводится. Искать – это значит быть активным поиском. Найти Царство Небесное – это значит освоить жизнь по закону. Это и есть Царство Небесное на земле. Можем мы на земле научиться жить по закону? Можем. Хотя апостолы говорили, что нет, там в случае Павел, что мое сознание не хочет грешить, тем самым она служит Богу. А плоть моя грешит. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. То есть он расписал, чтобы управлять своей плотью. Он не может. И почему-то это стало нормой жизни для его последователей. А на самом деле мы можем жить на земле по законам Божьим. Если кто-то скажет мне «нет», я скажу, тогда Иисус нам поставил непосильную задачу, или так хотите сказать, он пришел на землю, не в какой-нибудь астральный мир, не в какой-то там духовный мир, он конкретно пришел на землю и людям земли, сказал, живите по закону, если любите Бога, а если не будете жить, будете страдать, вы тогда Бога не любите. Сказал, сказал. А вот после этого никто не может спорить, куда же денешься. Авторитет велик. У меня, может, нет авторитета, но у Бога-то есть авторитет, у Христа есть авторитет, у Библии есть авторитет. И люди, которые взялись эту Библию нам интерпретировать, почему-то это забыли, что Бог поставил нам совершенно четкую, простую, ясную задачу. А то, что за 2000 лет из-за этого все изуродовали, поэтому она нам не дает. То, что хотел от нас Иисус, это проблемы наши, это не проблемы Бога. Бог был прост и ясен, предельно для нас. Мы его не поняли, почему, потому что его последователи, к сожалению, стали формировать такую религию, которая устроила их. Потому что лень человека запрыкалась, и непобежденные бесы через голову начинали калечить эту религию, что и вылилось в какие-то тексты, в какие-то трактаты. И потом сформирована была куча религий, которые, собственно, религией, по сути, не являются. И когда сатана добился этого, он успокоился и перестал с такими конфессиями воевать. Я на сегодняшний день знаю, что православие из христианских религий самая сильная конфессия. Она самая, он может больше всего устоял. Вот. И все-таки я могу сказать, что Иисус кровью никого не искупал. Это центральная тема всех христианских конфессий. Он никого кровью не искупал. Это невозможно. Потому что где же закон? Что посеял, то и пожнешь. Что Иисус сеял грехи, сеяли мы. Почему же тогда по закону Божьему, что ты сеял, то и пожнешь? Вот ты икс, игрек, из. Вы сеяли, вы пожнете. Закон Божий так хорошо звучит в Библии. И вдруг мы сеяли, а приходит Бог, и за нас все убирает, всю грязь. А мы продолжаем здесь пачкать землю, мучить животных, устраивать войны и так далее. И ждем опять, когда кто-то придет и опять с нас что-то спишет. А мы его опять гвоздями прибьем к кресту и будем улюлюк продолжать делать то, что делали. Но такого абсурда я не знаю, кто мог придумать. И люди этому верят. Вот в эти догмы какие-то непонятные, которые в жизни ничего не дают. Есть люди, которые используются элементы христианства сами дошли до чего-то. Но они молчат. Такие люди были. Они не выступают скажем, с какими-то проповедями и так далее. Но они молча для себя что-то решили. И молча что-то для себя делали. Вот. Но вопрос-то сейчас стоит как не просто можно было бы сказать да ну пусть. Вот они живут по-своему это их право. Кто как хочет, тот так и живет. Но ведь вопрос сейчас будем ли мы жить дальше на Земле? Нет. Мы как подвешены сейчас. Происходят в космосе события очень интересные. Настолько все сдвинулось и Солнце ведет себя непонятно. И звезды ведут себя непонятно. И около земной пространства биткомна одна комета за другой. Изменения идут параметров. Очень много такого происходит, что почему-то глушат и интернет убирает. Потому что если бы народ собрал все это воедино за 10 за последним, тогда возник вопрос что с нами происходит. Мы же преднапряженным состоянием вся наша Солнечная система и в любой момент это может разводиться как космическое цунами. Что-то произойдет. Потому что беспредельно нагнетаться не может. Если кто знает вибрации Шумана меняются очень сильно. Они уже очень далеко от того, что было лет 30 назад. это общий фон земли, колебания земли. Они сочетаются с неким колебаниям человека и так далее. С нашей материи. Это все происходит в последние буквально 2-3 десятка лет. ярко происходит. Но ведь у всего сущего есть предел, есть потолок. Дойдет до каких-то критических параметров и все. И кому это не надо знать? Не надо знать народу. Почему? А если народ сполошится, будет скажем так паника, а паника приведет к кризису финансовому. Кто пострадает? А те, кто в банках большие капиталы имеют, которые на этом наживаются, которые через эти капиталы и СМИ власть держат над землей. И все это в одночасье может рухнуть. Только из одной паники. С одной стороны, паника вообще вредна. Потому что если люди здесь паникуют, они вместо того, что делом заниматься, они там не знают, кто-то куда-то зароется или там сбежит. Но никуда не сбежишь, потому что воля Божия на Луне найдет и на Марсе найдет и где угодно. Никуда не спрячешься. Потому что плод человека, кого мы считаем за человеком, это не совсем человек, это его земное обличие. Поэтому мы отвечаем по всем этажам. И в том мире, который над нами, скажем, или параллельно с нами, то, что называется мир чувств, сейчас там очень грозные события происходят. Я как-то выпросил эту картинку. Свет вот как мечами рубится, а тьма уничтожается. Вы знаете, почему народу много погибает? Ведь на земле погибают миллионы людей, наверное, каждый день. Может быть, сотни тысяч, может миллионы. По разным причинам. Почему? Потому что если уничтожить какой-то сгусток тьмы, из чего состоит тьма, из конкретных бесов. Эти бесы привязаны к конкретным людям на земле. И если эти люди признаны светом, что они уже к Богу не в состоянии идти и не хотят никак, тогда уничтожаются бесы, и они конкретно, ответственность падает на этих людей. То есть насильно идет, что уничтожение. конкретные люди и во душе это описывает, что те обратные связи, которые люди породили, их сейчас рубят, и свет по этим обратным лучам, по каналам идет к конкретным адресам, к конкретным фамилиям, именам. Эти люди начинают тонуть, травиться, погибать в авиакатастрофах или авиакатастрофах, всякие наводнения, пожары, чего только не происходит. Не говоря об имущество, сами людей очень много погибает. Повышенная такая смерть от чего? Казалось бы, имеется много земных факторов, но земные факторы чем создаются? Патогенность вокруг нас, патогенность, как называют это наука, это бесовщина, как называли наши предки. От названий ничего не меняется, хочешь назови так, хочешь назови так, суть от этого не меняется. Факт тот, что это действует очень негативно на всех нас. Поэтому, можно сказать, выйти из этого черного пятна, который мы сами создали, можно только что прекратить пачкать мир своими грехами, в смирении принять то, что нам положено, это, то есть, за прошлое ответить, вот, и, несмотря ни на какие обстоятельства, уходить вот в эту духовную работу. Хотя, иногда говоришь, но настолько эти слова истасканы, что даже они ввязнут, не хочется уже, скажем, говорить, потому что очень много говорится о духовной работе, а на самом деле одна болтанная дата. Есть какие-то вопросы еще? Нету? Про ребенка? Ну, давайте про ребенка. Если у вас в какой форме нужно, или что ребенку сказать нужно о законе? Духовности? Да. Ну, о духовности с ребенком говорить прежде временно, до его, скажем, полового созревания. Потому что ребенок, когда он приобретает способность любить, мальчик, в данном случае, превращается в юношу, девочка превращается в девушку, открываются некие врата, помните, что открываются мосты, как в свет, так и в тьму. И человек перед свободой выбора, куда пойдешь. И начинается личная ответственность за прошлое, после того, как ребенок не стоит быть ребенком. и вооруженной способностью любить, то есть свет выше приходит, человек имеет эту защиту. И тогда очень важно, чтобы родители все правильно ребенку рассказали. И взаимоотношения между девочкой и юношей. Правильно вот только без мудизма всякого, без этого, как это цитата. А вот личный опыт хороший надо иметь. сказать, что так и так. Вот быть другом своей дочери и своему сыну. И уметь рассказать все это правильно, спокойно, ясно и поддержать. А когда начнет уходить, опять же ему сказать, что ты уже отвечаешь сам за все. И вот когда он начнет набивать шишки, можно в сторону зайти, вот он набьет 2-3 шишки и скажет, ну видишь, ты же говоришь, хочешь продолжать шишки набивать, набивай. А у меня вот такой опыт. Делай так и будет лучше. И постепенно, можно направить ребенка туда, куда можно направить. Сформировать веру в ребенке сложно. Можно рассказывать, конечно, обзаемое действие закона, но на таком, чисто на детском языке. Потому что они, скажем, серьезности этой темы не понимают пока. Очень-очень редко, когда дети лет 10-12 начинают этим интересоваться, потому что это уникум. В общем-то где-то 15-16 лет, когда начинают формироваться такой реальный интерес и то учили. Потому что сейчас мир набит такими соблазнами. Если мы там жили, наше поколение, в таком очень скромно, а сейчас смотришь, 14 лет, человек на Харбе имеет, мотоцикл, а то и БФВ уже выезжает, и интернет, и то, и наркотики уже и так далее. Можно пойти хэмисси выбить в ресторане, что папа тебе дает тысячу долларов в неделю. Спокойно. Вот такой мир сейчас. Естественно, мы должны адаптироваться к этому. Взрослые и взрослые. Пока это мир взрослых, но он постепенно будет переходить в мир детей, и дети будут в наше будущее. Как было лет 30-40 назад, вроде бы мы были зрелыми, и уже видели, что наши дети другие. И удивлялся, разговаривал с поколением своих дочери, подруги, друзья, ребята, разговаривают. Они школьные программы не знают, географии, историю не знают, ничего не знают, да что ж такое. Сейчас она еще похуже, я не спрашиваю, но еще так. если уже заговорили о детях, приходите в школу молодые и начинает подумать, скандалить. Но он воздражает, меня там не знают, обычно. И пока не покормишь, в принципе бесполезно с ним разговаривать. Понятно, что для меня это возможность поработать над собой, но тем не менее это надо как-то наказать. Высчитайте, находите какие-то формы, потому что человек должен понимать, что он неправ. Есть наказания такие нормальные, а есть слишком перегибают палку. Не дает кушать, допустим, ребенку, пока ты не будешь таким, мы тебе кушать не дадим. Ну это абсурд, потому что все равно потом приходится кормить, значит вы не выдерживаете слова, а тогда ребенок начнет понимать, что вы будете говорить одно, но все равно не сделайте того, что обещаете. Дети, они такие очень внимательные к нам. Помните, вот если вы читали «Одушину», там написано, что ребенок, до полового созревания, он как бы находится в поле сущностного. И животные ведут точно так же себя иногда. Кошка, собака, домашняя. «Если ты им позволишь командовать собой, они тобой будут помыкать, так же, как и ребенок. Надо это знать. Надо всегда «Я хозяин в доме, и все». Как вот и собака должна чувствовать, и кошка, и ребенок. Ну естественно, что мудрость нужна, просто общение с детьми. Не всегда получается, но на то мы и родители, потому что мир настолько кривой сейчас. И ругать там школу или что-то я не хочу. Потому что мы дожили до крайней точки кипения, то есть мы до крайней точки абсурда уже дожили. И исправить все невозможно, как Тришкин кафтан его латать бесполезно. Надо только этот кафтан сжечь и сшить новый. Что собственно сейчас воля Божия делает на земле? Готовиться к сжиганию этого Тришкина кафтана. Потому что исправлять людей бесполезно. если они этого не хотят. Свобода выбора. Сработает. Да. А когда борешься с какой-то негативной эмоцией, например, раздражение, конкретной ситуации вот человек, которому я пытаюсь дарить раздражение, и кажется, что я уже у меня нет раздражения, и снится сон, про этого человека, и во сне я даю Богу вот эти эмоции, я даю чувства, белка, и питание. Откуда это что значит, если мне показывают, что все-таки я еще не споренилась или как это объяснить? Вы можете написать какое-нибудь объяснение, что за действие нанесен мне в своем сне, ответственности нанесу. Шутка, конечно, потому что во сне много всего такого происходит, что непонятно, главное, чтобы наяву, будучи в сознании, вы должны правильно поступать. А во сне далеко не всегда правда приходит, бывают, конечно, предупреждения какие-то, но сон есть сон, там фантасмагории. Ну вот. В докладе о душевной женщине и мужчине душу пишет отрицательная, пассивная часть, то есть более чувствительная, сущностная воплощается в человеческой женщине вторичного творения, а положительно активная часть, то есть более грубая, духовная по мужчине. Здесь речь идет о более высоком уровне, потому что у меня было представление о том, что женщина это духовное существо, имеющая часть сущностного. Здесь он говорит вообще, что женская это сущностная, а грубая это духовная и это мужская. Ты еще тут немножко попытался. Нет. В любом случае духовная, как мужская часть, так и женская, это духовно-сущностная. Просто не говоришь сущностная, короче говорить. Все, кроме Бога, все сущности, есть божественная сущностная, есть персотарионная сущностная, есть наша духовная сущность. Я поняла, но здесь выдели женское – это сущностное, а мужское – это духовное. Просто выдели на это. И я сказала, что это? Нет, нет. Это тогда ли перевод неправильный, или чё-то. Потому что я чётко помню, потому что когда я разбирался, именно там и такое объяснение, что всё высущие все. Бог единственный, бессущностный – это Бог. А остальное всё сущностное, остальное всё произведённое. А то, что женщина, она просто имеет изюминку свою, из первосотворённого, то, что мужчина не имеет. И поэтому, женщина, вы являетесь проводниками, в какой-то степени проводниками света, красоты, любви и так далее. Поэтому мужчины нормальные, очень реагируют на эту изюминку. И готовы её защищать, оберегать, любить и так далее. Но для этого женщина должна быть настоящей женщиной, в духовном смысле этого слова. А мужчина должен быть настоящей мужчиной, в духовном смысле этого слова. Вот и всё. Потому что когда человек говорит, ой, да эти такие, 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 говорю, извините, вы ещё женщинами не были. Одеть юбку – это не значит, что вы женщина. Тоже, как и мужчина. Что мне ещё не делают мужчины? Мужчина – мужчина. Хорошие такие фразы есть вот в этой книге, что мужчина становится мужчиной, когда он… И самоуважение возникает, когда он способен защитить свою женщину, свою любовь. И в этом он и становится мужчиной. Это его ипостась. Быть защитником, добытчиком. И все грубые стороны жизни взять на себя. И уметь при этом любить, и не клясть ничего никого. Но это и есть задача. Она не простая в наше время, но выполнимая хоть и с трудом. Если, конечно, плохо с тобой. Женская задача – уметь быть нежной, нести эту любовь, семью, благородство, чистоту, этот свет. И тогда мужчина будет очень благодарен, потому что у него будет дом. Я всегда считаю, что само здание есть здание. А дом – это женщина, которую я люблю. Это мой дом. Я думаю, что мертвые услышат глаз Сына Божьего и услышавши о животах. Илья Николаевич, это о нашем времени? Я думаю, да. Ну, мертвые духи, наверное, имеете в виду. Я думаю, что мертвые услышали. Кто такие мертвые духи? Те, которые забыли, что они духи. Что они погрязли в своих бытовых проблемах, в своих дрязгах. И вот кто-то им должен прийти и напомнить, что все-таки мы духи, и мы должны извлечь это понимание и заставить себя жить по духовным законам. И тогда качество жизни вернется. Не сразу, конечно. Потому что проверок очень много. И в моей судьбе они были. И в вашей судьбе, думаю, они, если вы занимаетесь делом. Потому что вот эта фраза, избитая через термик звездным, что такое термик колючки. Я помню, сколько клочков моей шкуры остались. Продирался вверх. Сколько было пережито больно. И страданий сколько было. Но цена вопроса была. У меня когда-то авансы показали, в самый же первый год, что такое любовь. И когда я это испытал, я говорю, я на меньшее в жизни не согласен. Я готов оставить все эти колочки где угодно, но я пойду дальше до конца. Потому что люди, к сожалению, не понимают, что это такое. Не глотнув как бы этого кислорода небесного, они не знают, что это такое. Вот эти все влечения, чувственность, это все не то. Описать это невозможно, потому что пока не испытаешь, бесполезно. А когда испытаешь? По отношению к человеку. Что? По любому по отношению к человеку. Конкретному идею. Вы понимаете, если нет любви к Богу, никогда не будет любви к человеку. Я объясняю почему. Помните, если любите Бога, выполните его заповеди. Если ты начинаешь выполнять заповеди постепенно, я не знаю, что ты 100% выполнил, но хотя бы какую-то часть. И ты идешь, идешь, перемалываешь свое прошлое. И ты вот на пике, ты как в серфинге, ты на гребне волны идешь и не падаешь. Ты несешься по ней. Вот если у тебя так получается, любовь всегда с тобой будет. Прежде всего, любовь к Богу. Но потом ты начинаешь оттуда получать этот луч и начинаешь его отдавать. И тогда к тебе навстречу может прийти то существо, та женщина, если я мужчина, который тебе этот луч вернет или отдаст свой женский луч. Вот что происходит. То есть, когда ты начинаешь разгребать свои грехи, то есть эту тучу, ты соединяешься с Духом. Дух и это есть, и постасть любви, рожденной Богом. Тогда вот приходит это духовное существо, и насыщает тебя, и ты начал отдавать. И вот эта библейская фраза «отдай, и тебе воздастся». Вот это и есть настоящая отдача. И это не значит, что я кому-то там буханку хлеба купил, или бутылку коньяка там нищему, или еще что-то подарил, одежду какую-то, потому что он замерзает. Это тоже, да, это добро. Но высшая отдача – это способность любить. Когда человек умеет любить по-настоящему, значит, он близок к пониманию Бога. Понимаете? И эта любовь в нем не остывает. Это уже такие серьезные приобретения в судьбе. Но надо понимать эту разницу между земной и любовью небесной. Потому что браки совершаются на небесах, да? Такая фраза есть. Вот когда на небесах, это значит, два духа объединились. А попробуйте их объединить, если оба духа перекрыты тьмой. Какое же это объединение? Это не объединение. Это идет влечение, чувственность опять же. Как оно приходит, так быстро почему-то и уходит. И все решается за счет новизны «давай нового», «давай нового» или «новую», 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 «новую» и все. А когда есть настоящее что-то, а никто больше не нужен. Потому что едва ли найдется в окружении такое же сильное существо, потому что очень редкие явления такие. И человек будет очень ценить это отношение, эту связь такую духовную. Вот тогда, да, тогда брак на небесах. И никакие печати не нужны. В ЗАГСе. Молитые. Мы просто утеряли это. Библия, она иллюстрирует любое событие. По причине, беззаконии. В вас хватит любовь. Потому что любовь-то она вон там, наша душа. А мы здесь без любви живем. Вернуть себе любовь, это значит победить свои грехи. То есть научиться жить по закону. Тогда любовь возвращается. Есть такие люди на земле. Может и есть, но очень мало. Мы дали очень хорошее определение Богу. Господь, женщину, которую я люблю. Примерно так же. Дайте определение Родины. Первая земная Родина, после которой я родился, родилась. И что такое Родина духовная? Родина духовная – это наш исток. То есть тот духовный мир, который в Библии называется рай. Изгнание из рая. Помните, есть такая фраза. На самом деле нас никто не изгонял. Просто мы оттуда родом. И отправлены были в материю. Для того, чтобы научиться жить сознательно. Воспринимать этот мир сознательно. А мы тут застряли. И пытаемся тут только материальный слой исследовать через науку. Мы фактически добровольно отказались возвращаться к своим истокам. Через веру, через уважение к законам и исполнение закона. То есть мы от своей Родины духовной отказались. Если говорить о земной Родине. Скажем, если я родился в России. Естественно, я начинаю быть носителем этого языка. Носителем этой культуры. И мне очень больно, когда эту культуру уродуют. Когда язык уродует. Если я люблю Родину, мне за это больно. И когда ее унижают, мою Родину. Я себя переживаю за это. Значит, это моя Родина. Это мой народ. Вот так примерно. Я, скажем, может быть, нелитературно как-то выразился. Но для меня это так. А если есть переживание со две стороны? Ну почему бы и нет? Потому что земля вас приняла. Вам здесь хорошо. У вас тут какая-то жизнь состоялась. Конечно. Националистом нельзя быть. Это национализм. Это тоже изм плохой. Так же, как и фанатизм. Фанатизм – это слово арабского фана. Самоотречение переводится. Отсюда, от этого корня возникло слово фанатизм. Самоотречение – моей воли тут нет. На все воля там Аллаха или кого-то. Но дело-то в всем. Она и так на все. Воля Божия и без нашего признания тут действует. То только ты, как в этой воле участвуешь. Ты с ней или против нее? Вот ты разберись. Ты задай себе этот вопрос. И оказывается, что большинство людей как раз думают, что куда-то спрятавшись, воля Божия их не видит. Да видит прекрасно. Малейшее движение души, малейшее вот желание или это обстремление, которое мгновенно регистрируется. Это как натянутая струна о воле Божией. Отклонение миллиметров вправо или влево нарушение. Все. И тут же это регистрируется и записывается в книгу бытия. Не прав, не прав, не прав, не прав, не прав. А вот тут ты сделал добро. Поэтому с тебя какая-то неправота, не то, что списывается, но вот как бы с тебя не прощается. Поэтому спешите делать добро. Так что? Все устали? Значит, все вопросы исчерпаны? Все все понятно? Мне кажется, не стоит, потому что очень многое есть, скажем так, попытка нечистоплотных людей уродовать понятие семьи. Мы пытаемся своих детей защищать и так далее. Но я говорю еще раз, мы живем в крайней такой уже точке кипения на земле, потому что тьма наступает. И наступает через такие вот моменты. Еще есть и хуже моменты, потому что уродуется понятие женщина, что однополые браки – это нормально и так далее. Потому что тьма наступает, и кто-то является проведником этой тьмы, для этого используется и властные структуры, и средства массовой информации. В России, к счастью, еще до таких не дожила моментов. Я рад, что там хоть, возможно, тоже какие-то всплески посмотрим. Дело в том, что в любой момент все это может рухнуть под напором каких-то природных явлений. и так далее. Вопрос, да? А сколько мы уже говорим? Час. Час. Ну что, перерыв сделаем? Да, перерыв. Давайте еще раз о любви все-таки. Чтобы прояснить так, насколько это возможно, этот вопрос. Помните, любовь делится на любовь небесную, любовь земную. Любовь небесная – это строгость и справедливость закона или воли нашего Отца. Потому что закон – это же воля Божья, от которой мы и производная. Следовательно, мы тоже как бы в своей матрице духовной несем любовь, волю и так далее. В этом мы от нее отклонились, от самого себя отклонились, от своей природы. И любовь – это, конечно, как бы из-за наших ошибок, пытаясь нам направить в нужную сторону, не просто заставить, зашиворот и вот давай делай. И поскольку у нас свобода выбора, здесь немножко другой вариант. Срабатывает этот закон воздаяния. Если ты делаешь правильно, ты будешь получать нормальную судьбу, но если ты будешь делать неправильно, ты будешь получать плохую судьбу. И значит, обращая внимание на события на земле, в каждом народе, с каждой семьей, с каждым человеком, уже можно сделать вывод только от знания этого закона. От его совершенно спокойного, простого осознания, что на земле люди живут неправильно, не по закону. И те, кто считают себя верующими, и те, кто считает себя неверующими, все неправы. Ибо хозяин, в том числе и земли, то есть этой части творения, есть Господь Бог. И Он какое-то время позволял нам, не то, что позволял, Он терпел наши ошибки, думая, посылая к нам пророков, что мы среагируем и исправимся. Но мы за многие миллионы лет так и не исправились. Следовательно, вступает в права крайняя мера, высшая мера наказания, суд. И больше пощады никому не будет. Почему он называется страшный? Поэтому это исключительная мера. И никогда такого на земле не было и больше не будет. Поэтому люди такую любовь неприемлемы, им не нравится такой вариант любви Божией, такая интерпретация, а она такова. Хотят ли люди этого или не хотят, она такова. Там, где есть неправда, ложь, лицемерие, хамство, обман и так далее, все, что с этим рифмуется, будет смятено с земли. Ибо воля Божия, эта гармония, эта красота, она правит миром. И все, кто с этой гармонии согласен, будут устранены с земли. Каким образом и когда, я не знаю. Знают об этом, как Библия говорит, только Отец Небесный. Но то, что происходит сейчас на земле, говорит о том, что мы к этому близки. А день и час мы не знаем. Если говорить о любви человеческой, любви человеческой решают наши нарушения. Поэтому у нас семьи, скажем так, не могут удержать эту красоту отношений. Не могут детей своих направить туда, куда надо, потому что сами не способны жить по закону. А те, кто способны и хотят, на это нужно время. То есть вот как бы, как это стоп-кадр, если сделать сейчас на земле, что происходит? Нигде нет блага, нигде нет покоя, нигде нет красоты и любви. И даже в сильных парах тьма настолько атакует их, что удержаться очень сложно. И удержаться можно только, если ты четко обручен с волей Божьей. А она будет с вами всегда рядом, если вы делаете все, что можете. Причем не с ваших позиций, все, что можете, а с точки зрения воли Божьей. Она лучше знает наш потенциал, наши возможности и наше время. Все, как на предметном стеклышке. Поэтому доверьтесь ей. Только надо четко знать, что это воля Божья, а не какая-то чужая воля, которая может к вам быть подмешана. Ведь многие люди, как бы, говорят, что у них какие-то и видения есть, и слышания есть, и так далее. Здесь надо быть очень осторожным. Потому что я в своем опыте много раз натыкался на ложь. Кажется, что это правда, и очень логично все. Но, к счастью, у меня довольно рано родилось ощущение, которое в конечном итоге эту ложь вышифровывало. А ощущение – это дыхание Духа. А Дух наш рожден истиной. И поэтому истина не подпускает ложь. Единственное, что надо напрягаться изо всех сил. И я напрягаюсь. У меня нет, скажем так, какой-то легкой жизни. Она тоже довольно сложная, напряженная. Но я иду вперед, естественно, напротив ветра, можно сказать, который вот дует, темный ветер. Конечно, нужно напрягаться, чтобы устоять, чтобы не пасть жертвой обмана, в том числе и потустороннего. День и ночь талантливые бесы, они неутомимо в отличие от нас, работают над нами. Представьте, что вокруг целые бригады этих бесов сидят, потому что они чужие, какие-то наши бесы. Есть зав. отдела по унынию, зав. отдела по зависти, зав. отдела по обидам и так далее. Вот кто, может, читал письма Баламута, по-моему, улью есть, да, написал? Да. Там очень хорошо, как старший бес какой-то, начальник, отчитывает младшего беса, Гнусика, говорит, Гнусик, ты упустил своего подопечного. Вместо того, чтобы пойти там на футбол или в пив-бар, он пошел почему-то в церковь, это твое упущение, где ты был. То есть надо было через голову этому внушить это. Вот почему, я говорю, один из моих первых таких осознаний и удивления и даже потрясения было то, что первый мой опыт в первом месте столкнулся с тем, что моя голова мне не подчиняется. Я пытаюсь думать о Боге, думать о своих ошибках и как их исправить, не просто доверяя, что кто-то за меня это будет исправлять. Черти бы меня не трогали. Но когда я решил сам разобраться и начал укладывать вот эти кирпичики логики, что это вот так, это вот так, в голову такое полезло. И не могу никак справиться. Вот такое ощущение, что я раз в день подумал, может, я что-то не то сделал. Да, посплю завтра. Завтра начинается то же самое, послезавтра то же самое. И я понял, что, оказывается, я не хозяин своего мозга, своего мышления. И я так был удивлен, я никогда не думал об этом. Это было 46 лет, я считал себя взрослым, зрелым человеком и вдруг обнаружил, что голова не моя. Потом думаю, ну, хорошо, сдаваться не будем. И если это некто пытается мной управлять, попытаемся справиться. Вот я, к счастью, читал много фантастики. У меня и собственная фантазия неплохая, могу я придумывать что угодно. Я стал формировать формы, которые, в конце концов, позволили мне экранировать, если можно так сказать, вот это нашествие темных, которые пытались в моей голове формировать мысли от моего имени. То есть, как будто это я думаю, а на самом деле нет. И где-то мне понадобилось, наверное, около полугода, чтобы окончательно свою голову отстоять. Но уже, даже эти полгода не прошло, уже несколько месяцев вот этого опыта освободили мои мозги, они стали самостоятельными, они стали работать ведомые духом, а не тьмой. И вот тогда мне стало все понятно. Тогда очень легко разобрался, почему обида греховна, почему страх грех, почему это грех, почему это грех. А до этого мозг мне говорил, ну тебя же обижают, тебе же хамят, тебя же обсчитывают на рынке, тебе же вот тот, и тот чиновник, вот он должен, он не делает. И возмущение нарастает, обида, ощущение несправедливости. И тут оказалось все с точностью, да наоборот. Все оказывается идеально и справедливо. Это я неправильно к жизни отношусь. Потому что я нахожусь без веры в Бога, в позиции обвинения в силу миру, что все плохие обижают несчастного такого вот такого. Пошло переосознание. Попытки, они до сих пор есть, мозг лезть и лезть, но через полгода у меня, видимо, душа настолько окрепла, выбралась из чуланчика и постепенно стала брать бразды правления в свои руки. И почувствовал я эти дивиденды как возвращение здоровья. Я перестал пить таблетки тогда в 1994 году, перестал ходить к врачам и до сих пор этого не делаю. Что бы ни было, я просто сказал, если мне положено болеть, я буду болеть. И тем самым отчитаюсь перед Богом, что да, я страдаю за то, что я когда-то заставил страдать другим. И вот так постепенно у меня болезни сами по себе приходят и уходят достаточно быстро. Там, где у меня уже была патология материи, то есть моя ткань, мне удалось вылечить первый же год у меня вырахлило сердце и у меня видение пошло, что я вижу свое сердце и я в него вхожу и начинаю делать там что-то. А потом вижу, знаете, как болгарский перец, есть такой красный, красивый. Вот сердце вижу, что этот перец у меня такой дряблый, вярый, потому что мне вроде говорили, что это у меня мышцы изношен сердечный. Там, правда, есть перекарты, эндокарты, миокарты, но я не буду это усложнять, просто вот такой перчик. А вот есть там всякие точки, ножка пучка гиза и так далее тоже не буду усложнять. Факт то, что вот так. И я взял, думаю, как мне этот перчик сделать опять таким упругим. И мне нашлось ничего лучшего. Я взял, вот так стянул эти морщины, как спальный мешок, и застегнул молнией. И мне почему-то стало легче. Думаю, уже так просто. Потом поработал с метральным клапаном. Потом сосуды, начал с сосудами работать, вот эти все бляшки и так далее. Легче, 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 легче. Я помню, человек достаточно много может сделать. И другие опыты у меня были. Я о них на других лекциях рассказывал и мне хочется просто повторяться. Я хочу этим примером что подчеркнуть? Что человек, существо, очень богатое содержание. Очень большие возможности у нас есть. И мы сами себе можем помочь. Единственное, что нужно просто взять и сделать это. И никакой, тут еще раз говорю, экстрасенсорики нет. Это нормальный человек. И я вошел в этот мир не ключом, вернее, не отмычкой, а ключом. То есть стремление выполнять закон Божий это вход в небеса нормальный. Это ключ. А вот всякие опыты всевозможные, изоберические и так далее, это отмычка. Конечно, человек может войти в ближайший слой, так называемый астрал. Но он может и лечить людей, и там ясновидеть, и ясно слышать и прочее, но тем самым он и сам испачкается в этих грязных формах, потому что он волей Божией не защищен. Почему? Да потому что заповедей не выполнил и не собирается их выполнять. И бес ему там такого натолкает, а потом он начинает учить других людей, потом начинает лечить других людей. Физическое здоровье он может вернуть на какое-то время, но потом в человеке такое отсечение идет от души, что его потом просто выкорчевывать надо все эти пени, коряги и так далее. Иногда и не удается. У меня этот опыт достаточно большой, потому что через меня десятки и сотни людей прошли. Из них многие именно с таким наследием. После экстрасенсов, после обучения в каких-то эзотерических кружках и так далее, у них свои какие-то были способности, и они на меня потом некоторые сердились и уходили. Почему? Потому что у них эти способности прекратились. Эти коряги вытащили, я говорю, входите ключом, входите в настоящие религии, остальное все бесовщина. Нет, вы нам верните вот это. Я говорю, да вы быстро восстановитесь и вы хотите по-русски, идите обратно. Но я предупредил, что если вы сами вошли в это состояние, вина есть, то есть вы свою душу гробите. Но если вы начинаете других людей учить этому, вы ответите перед Господом за то, что вы другие души накрыли вот этой сетью черной, и пока последняя душа, которую вы испачкали, не освободится от этих сетей, вы никогда не сможете сами освободиться, потому что быть учителем эзотерическим это наследие жутко тяжелое по последствиям. И многие очень плохо кончают, когда, не буду называть фамилии, одна женщина она лечила от онкологии, от многих других там болезней. В основном это богатых и известных людей, крупных чиновников и так далее. У нее была слава, потом сначала сын ее погиб около 30 лет, он был 29-30, потом инфаркт у нее был или инсульт, я уже не помню. Она нашла через знакомых меня, попросила подъехать. Я приехал домой, она лежит пластом. Помогите мне. Я говорю, знаю по информации, знаю, что вы можете. Я с ней побесел, говорю, а вы знаете, почему вы болеете, страдаете? Я догадываюсь. Я еще раз открытым текстом все рассказал. Потому что вы лечите людей, вы отменяете наказание. Потому что человек, часто бывает, и взяточник, и многое другое, очень тщеславные люди. Грехов страшное количество. А вы берете и мешаете Божьему правосудию. Эти люди, может, через боль бы что-то осознали и перестали делать то, что они делали. А вы это делаете. Она говорит, ну врачи же это делают. Я говорю, врачи лечат, по крайней мере, скальпелем, таблетками и так далее. Они несут вот этой ответственности, потому что это их профессия. А вы берете за потустороннее дело. Врач тоже не может вылечить человека и даже ошибется в неаблице. Если оттуда ему не позволено найти болезнь, убрать ее. Там тоже свои процессы будут. И непростые. Я ей помог. Ей стало легче. Через месяц она опять мне звонит и опять плохо. Я умею посмотреть. Говорю, вы же опять начали лечить людей. Ну да, но уже мои клиенты, они вот князкий человек надо было вылечить. Я говорю, до свидания. Ну помогите, я же умереть могу. Я говорю, до свидания. Я не хочу быть соучастником, потому что если я знаю уже это, начну помогать человеку, а она будет продолжать мешать этому правосудию, тогда фактически и на меня рухнет ответственность. А зачем? Предупрежден человек. И так, не один раз такое было. Вот поэтому можно вспомнить фразу, опять же, с книги, против глупости людской, бессильны даже боги. То есть, когда человек понимает все и пострадал уже от своего этого непонимания и неправды, все равно он лезет туда же. Ну вот как его остановить? Давайте поговорим еще о таком вопросе, который тоже я на каждой лекции должен раскрыть, поскольку тут есть люди, которые впервые слышали. Я должен повториться. Такая фраза есть у Христа «Благословляйте врагов своих». И люди, многие, не в доумении, а почему врагов не благословляйте. Они вот с нами делают, они нас не жалеют, и детей наших не жалеют. Вот я говорю, тут немножко надо пожить в христианском ключе, чтобы понять, что это такое. Я тоже не сразу осознал это. И мне понадобилось несколько лет опыта, прежде чем я понял, что значит эта фраза. Потому что фразы Христа, они могут быть осознаны глубоко, полностью, только через опыт. Так их можно на веру принять, некоторые и так понятны. А вот некоторые фразы непонятны. И почему прошло время какое-то, я думаю, благословяйте врагов своих. А кто враги? Да, вот я знаю, что так и так, и так, очень много жуликов, воров, проходимцев, взяточников, недостойных людей, которые нам жизнь отправили и продолжают это делать. Почему же я должен благословлять? Вот так окинул ретроспективу своего путешествия в сторону неба и сказал, а ведь они меня собственно и заставили сделать первый шаг сюда. Потому что, я говорю, еще раз, пока человек благополучен, вроде бы Бог и не нужен. А когда начинают припекать обстоятельства какие-то, особенно очень тяжелые, вдруг человек начинает искать Бога. Следовательно, можно записать в актив этих козлищ библейских, что они нас подталкивают нормальных людей все-таки к Богу, чтобы мы не считали себя правильными. И они будут бодать до тех пор, пока мы не решимся все-таки сделать первые шаги. А вот сделали первые шаги, надо уже не останавливаться. Надо знать, как делать эти шаги. Значит, надо найти того, кто объяснит это дело, кто человек, имеющий опыт. И человек начинает искать, ищить и обращать. И люди ищут входов очень много. Но настоящий вход только один. И опять фраза Христа «Кто не со мной, тот против меня. Кто со мной не собирает, тот расточает. Слово, которое я вам говорю, будет судить вам в последний день. Вас будет судить». Что же выяснилось? То есть это первый, скажем, аргумент в пользу этой фразы, что да, действительно, они совершают благо, мучая нас, заставляют все-таки посмотреть иногда в небеса оторваться от добычи хлеба насущного. Второй плюс. А кто же в процессе воздаяния делает мне пакости, которые я должен в смирении принять? Хорошие люди нет. Следовательно, в процессе искупления они тоже крайне необходимы. Кто-то мне то что-то сделал, я это в смирении принял, грех списали конкретно с меня. Еще мне сделали плохо, 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 40 раз, 100, тысячу раз плохо. Тысячу раз я принял в смирении эти эпизоды жизненные и тысячу бесов с меня списали. В моем бюкзаке стало легче, но что-то легче становится. Полезно это? Полезно. Значит, это вторая польза от них. То есть, как загонщики, как участники процесса искупления, а дальше кто? А дальше на страже стоят нашего путешествия, как только я начинаю лениться, хочу быть на лаврах, считаю, что я много чего добился. Вот, и начинает тормозить, то есть, уходить опять в сторону лени, и тут же жизнь показывает, о-о-о, тебе далеко еще до нормы. И они начинают так долбить меня по судьбе, что я вздрагиваю, думаю, да нет, надо идти. Как бы вопрос сам задают, я что, святой? Нет. Ну так а что, остановился? Работа впереди еще не початый край, ты только начал работу. Видите как? Они не дают нам спать. Это уже третий плюс. Следователь был прав, Иисус, когда сказал, благословляйте врагов своих. И бесы все служат Богу, это мир гармонии, и он подчинен Богу, и даже тьма косвенно, но все-таки служит Богу. Никуда не денешься. тьма будет доставать людей только тех, которые ленивы, и будут до тех пор доставать, пока либо они не пойдут туда, либо тьма их не раздает. Выбора третьего не дано. Если вы не первый раз слушаете уже, помните, в общем-то тема одна и та же. Может быть, какие-то ракурсы немножко меняются подачи этой темы, но тема одна и та же. И одна же меня так один достойный человек упрекнул. Юрий говорит, ну что вы одно и то же говорите? Неужели вам не скучно? Я говорю, меня почему-то нет. Во-первых, приходят новые люди. Во-вторых, те люди, которые служат не первый раз, для них это тоже почему-то интересно. А почему? А потому что происходит некий процесс, который я сейчас немножко стараюсь прояснить. Допустим, вы слушали это пять лет назад, или три года назад, первый раз. прослушали, у вас что-то уложилось, много непонятного еще. Вы осознаете, у вас идет процесс осознания, попытки понять это поглубже. Приходит второй раз, там через полгода, вы слушаете, примерно то же самое. Но к тому времени, за полгода, вы уже в духе изменились. Вы поднялись, там, на одну, две ступени, если вы, конечно, ведете. И восприятие ваше будет совершенно иное. у вас было такое сознание первый раз, но за полгода оно выросло. Следовательно, вход у вас шире. Вы начинаете лучше осознавать многие элементы, они у вас лучше укладываются. И так происходит каждый раз. У вас решение сознания и возможность восприятия лучше становится. Но материалисты этого не понимают. Они слышат только звук, а душа ихняя ничего не воспринимает, потому что они в это не верят. И, естественно, для них не вдомек, а что слушать. Хотя многие материалисты говорили, как-то хорошо становится, когда мы вас послушаем. И даже покупали мои диски, я их, правда, не пишу и не продаю, потому что этим занимаются люди, которые говорят, можно вас снимать и там, да, пожалуйста. Чем больше люди будут это видеть и знать через носители, тем лучше. Для меня это а вам какие-то мужики, мне ничего не надо. Вы, если делаете, для меня хорошо, что это распространяется. Ты говоришь, что даже берем небессонница такая, начинаем слушать и говорят, так хорошо, мы через несколько минут отключаемся, засыпаем. Я говорю, надо в аптеку предложить вместо снотворного диски прям без таблеток, пачки какие-то. А вы шумали, засыпали, а в вашей диске? Не знаю. Многие на лекции спали, даже есть тут люди присутствующие, которые, отключаясь на лекции, неожиданно, глаза так соловеи собирают. Бывает и храп раздается. Книга тоже так действует, от души. «В свете истины», книга, вот она перед вами, она тоже так же действует. Я тоже бесчисленное количество раз, но я читал уже не помню, сколько. Первый раз я ее читал полгода, потому что я дохожу до места, которое мне тяжело вот как бы протолкнуть. Вроде текст плохой, но я воспринимаю не только мозгами, а душой, и вот тут мозг начинает сопротивляться и устает очень быстро, потому что мозг это прохрустово ложен. Он по возможностям очень ограничен, а те наши возможности духовные, они значительно больше, шире и богаче. Но через мозг это надо пропустить, потому что мне надо сознание свое дневное обучить этому, принять в мозг. Поэтому мозг устает быстро. Возможно, поэтому и отключение идет уже какое-то время. Я говорю, если кому-то действительно хочется, да отключитесь на несколько минут, отдохните немножко, а потом опять. Жалко пропускать, да ничего не пропустите, все равно. Текст идет, звук идет по вашим головам, а по вашим высшим оболочкам идет подача информации, та, которая вам нужна. Она в вас оседает, а потом она к вам сплютится через какое-то время. И вы будете это осознавать. Вот такой процесс идет непростой. Я помню, когда в советское время для меня снотворным было, я тоже таблетки не пил, тогда мне надо было раздергнуть такой, генерал, что ж такое, придешь с работы, хочется спать, берешь материалы какой-нибудь 24-го съезда, палки, два абзаца, Леонида Ильича, и ушел сразу. Но там другая причина. Сануство такое, лицемерие, все никому не нужно, это пустота. Я вчера рассказывал анекдот про Леонида Ильича, не расскажу, ладно, расскажу. Значит, Советский Союз еще, история партии, задает студентов. Меня спрашивают, что сказал Леонид Ильич на 24-м съезде в заключительном слове, под дружные и непрерывные оборудования. Студент говорит, не знаю. Не знаете? Ну, и тогда ирония такая пошла. Хорошо. Тогда скажите мне, кто такой Карл Маркс? Что о нем написал Владимир Ильич в своей работе Карл Маркс? Тот говорит, а кто такой Карл Маркс? Для преподавателя истории партии. Может, вы и Ленина не знаете? Это что, космонавты? Говорит, а вы откуда, молодой человек? Он говорит, я из Улюпинска. Преподаватель смотрел, смотрел на него. Потом, что-то у него в глазах изменились. Он подошел как, ну, оперся на переплет оконный пальцем по степлу Улюпинска. Что его ехать? Полил. потому что все об этом уже вот так надоело. Не надо было нести свою роль, преподаватель вот так. А на самом деле всеобщество настолько было безмочально такой лицемерием. Сейчас, правда, не слаще, может быть, даже и похуже, но по крайней мере для человека не слабого все-таки возможности больше. А тогда была такая рутина, если высунул одно ухо выше положенного, тебе, значит, либо психушка, либо тюрьма. Ну, все, без разговаривания. Я думаю, поэтому вот это падение такой страны вызвано тем, что, во-первых, идут процессы такие, что можно, по крайней мере, слово Божье нести, можно о нем говорить. Да, не всегда это просто. Есть и помехи, мешают. Бывают и угрозы идут, и все, но тем не менее все-таки можно, можно. А раньше было нельзя. Значит, это положительно, положительно. Значит, мир все-таки сдвигается в нужную сторону, сдвигается. Хотя для многих людей стало жить намного сложнее и хуже, я имею в виду, в материальном отношении, в моральном отношении. Почему? Да потому, что общество встряхнули, вы помните, в советское время, если кто жил, что честных людей, говорят, у нас было, ну почти все, воров и проституток было очень мало. Но как только страх закона слез, можно было купить и закон, и все сейчас, все, честных людей почти не осталось. Это, это есть настоящее общество, которое, кажется, все тайное стало явным. что, оказывается, честных людей, у которых прокурор вот здесь, совесть есть, не так уж и много. А все кинулись ковать деньгу и выросли. Любой ценой, за счет близких, за счет бессовестности и прочее, прочее. В чем оправдывайся, что детей кормить надо, это надо, это, забывай, что они обманывают других людей, у которых тоже дети. Вот здесь оправдание такое. Вот так, немножко отклонился, что такое социальный средство, что происходит. Все равно, чем хуже, тем лучше, если такое пословице. Вот, и даже в интенсивности нашей негативной жизни, если можно так выразиться, то есть много плохого в жизни происходит, страданий много, тоже есть. Если вы в смирении принимаете этот негатив, вы списываете долги, значит, полезно, что добро и свыше мирополезности. Скажем, по рядам человеческих существ гуляет луч воли Божией и говорит, искупайте или пропадете все. По крайней мере, люди страдают все, и те, кто пошел, тоже страдают, но у нас страдания во благо, а те люди, которые не в смирении, у них страдания во вред, как видите. Такая интересная ситуация. о чем еще можно поговорить? Давайте немножко порисуем. Дело в том, что многие люди считают христианством именно то, что им преподносится храм. там действительно очень много полезного и хорошего и делается, и говорится, но есть несколько таких червоточин, которые я хотел бы задеть, прояснить. дело в том, что Господь Бог посылает на землю посланцев, ведь до Христа приходили и Зарастов, и Моисей, и Анкеститель, они не были теми духами, которые мы в нашей природе. От души мы описываем в этой книге как первосотворенные, первосотворенные духовные существа. Все по скорости волны, то есть наша скорость волны значительно ниже, то есть это совершенно иной мир, хотя сформирована тоже воля Божия, и это, и это. Формируется чем дальше от источника, от Создателя, тем более холодный, более вязкий и более медленный мир. Вот и все. Следовательно, эти существа не могут никак войти сюда и не могут это сознать даже, не говоря о Боге, Бога не познаваем. Так вот, приходя сюда пророки, в конце концов оставляя один за другим четкую, простую интерпретацию истины, жить тут так и все, одно и то же, только в силу понимания того народа и того времени, которое было во время их пришествия, естественно. Что, скажем, две тысячи лет назад говорить о ядерной физике или о каких-то быстрых волнах было невозможно. работа была больше притчами, когда вот Иисус говорил, и даже мне одну притчу пришлось как-то придумать. Я разговаривал с помощником митрополита, с одним и с его женой, такие уважаемые люди, неплохие. И он мне сказал, что так и так и так, он хоть и помощник митрополита, но материалист. он начал мне за столом там сидел журналист из Вестий какой-то такие непростые люди. Еще там люди были. И он сказал, вот вы то, что начинаете с информации, это все какая-то парфанация. Вот вы для людей там что-то им пудрите голову, вот тут в узком кругу, ну признаетесь, это же быть не может. Я говорю, ну как вам объяснить с чем-то. Ну даже ваша супруга, говорю, и то она понимает, я чувствую, она верит, а вы нет. Ну потому что она тоже держа ее. Хорошо. А журналист сидит и что-то записывает. Думаю, как он статью будет писать. И он на меня так смотрит. Ну что вы скажете? Я тогда ему скажу. Что знаете, представьте, что на земле существует цивилизация кротов. Они от природы слепые. Вот и считает с поколения в поколение даже забыли когда-то они слепые. И вдруг некоторые кроты при определенных усилиях, во что-то поверив, вдруг приобретают зрение, глаза открываются и не горят другим кротам. Вы знаете, какое небо красивое, голубое? Зелень колышется, такое зеленое все красиво, вода журчит. Вот она, вот она. Они говорят, вы что, с ума сошли, что ли? Психушку захотели? Что такое голубое, что такое зеленое? Кто качается? Они этого видеть не могут. Соответственно, появляется вот эта злоба, что это не такие, и начинается атака. Поэтому, поскольку материалисты фактически захватили браздеправление во всех странах, они и головы не дают поднять настоящей религии, их устраивает тот вариант, как когда-то сказано, опием для народа, потому что Бог терпел и вам велел, терпи, терпи. Ну и что это такое? Почему мы должны терпеть? Потому что мы не какие-то рабы и бескребетные существа, мы должны сопротивляться, но для сопротивляться надо знать как, против кого и чем. И тогда выясняется, что оказывается есть чем сопротивляться, есть, сила и духов. Правильно выстроить теорию, правильно понять, что от нас хочет Бог, вооружиться этим знанием, применить свои качества, воли, терпения, вера и так далее, и вперед, пожалуйста, для этого что, большие деньги нужны? Никаких денег не надо. Никаких. Вы что, кому-то мешаете жить при этом? Нет. Вы что, пытаетесь разбираться с властью несправедливости? Да нет. Нет. Вы не только призыв к какому-то насилию, наоборот, даже эмоционально вы перестаете кого-то обвинять, в том числе и власть, пусть какие они не были, они выбирают, они хотят быть таким, пусть они такими будут. Это их право. Оставьте суд Богу. И все. Это и есть христианство. И вот поэтому, когда приходил очередной пророк, говорили люди, а потом вокруг жадной толпой стоящей у трона делали из этого что? Что не вверх люди шли, а уж по крайней мере по горизонтали. И только отдельные личности находили из этого опыта те крупицы, которые складывали их туда. Такие люди на земле тоже были, но их было немного. когда они делали это в охот официальной религии и добивались своего, допустим, взять даже Сергия Родонежского, он что, поднимал свой дух и голову в храмах, ничего подобного, он сбежал из жизни. Ему посоветовали уходи, будучи отруком, уходи подальше. Он ушел в леса и жил там очень долго, пока он не настроился на это и не победил своей слабости. Вот что произошло. А когда он победил, если кто знает историю, вот исследовали там, и официально в то время тогда и людей порочили, в какие-то времена даже жгли на кострах и инквизиция была, очень много было неправды, лжи и жестокости. Но мы берем Сергия одного хотели. Когда он стал действительно тем Сергием, который мы знаем, что он много чего добился, вот тогда почему-то его вытащили и сказали, вот это был человечище, вот теперь ему надо поклоняться, а при жизни что было? Теперь из него сделали идола. Вот молитесь этим мощам там-там, что сказал Бог? Я Господь Бог Твой, и нет у тебя иных богов, это основная заповедь. И не створи себе кумира. Мы можем обращаться к Сергию, к его душе и так далее. Это были чистые, светлые, настоящие люди, сильные духи. Но все-таки они были не боги. И молитва Отче наш, когда я читаю и обращаюсь к Богу, тогда я не нарушаю заповедь. А если я начинаю свой лень прятать за обращением ко всем Матронушкам и так далее, они были нормальные люди, но я-то ненормальный, и остаюсь быть этим ненормальным. Так возьми и сделай себя нормального человека, а не ходи по этим скитам или так далее, вымаливай какое-то прощение или там улучшение судьбы. Но зачем быть такими ничтожными? Поэтому говорите о настоящем путешествии вверх. Это полностью исполнить фразу Христа, потому что на земле сильнее Христа, никого не было, никогда не было. Бог пришел в лице Христа. Иисус говорил, Я и Отец едино суть, кто и если вы не делаете, как я вам говорю, любите меня, выполните мои заводы, тогда вы любите Бога. Не выполняя заводы Бога не любите, потому что каждый бес, который вы творите, эмоциональный бес, это есть война со светом. Вы объявили Бога войну, Бог потерпел какое-то время. А теперь все, больше такой лояльности не будет. Образно говоря, Иисус был терапевт, он пришел еще Бог обратился к людям с Божьим Словом, миром. Иисусу не дано было наказывать людей, а вторая линия, это воля Божия, почему Иисус и назвал «Я от вас ухожу и миру более не явлюсь». Не явлюсь на лоб, но умолю Отца дать вам другого утешительного, еще раз хочу, другого, Духа истины, это Дух истины есть воля Божия, она несет совершенно иную задачу призвать людей, объяснить им все, и кто со мной тут, да, кто не со мной, отходить в сторону, никакого насилия, выбор за человеком как бы так остается, Бог никогда свои законы не менял и не собирается, дал нам свой благословый выбор, вы можете делать любые пакости, если вы так хотите, думая, что вы никогда за них не ответите, а когда придет момент расчета, придет пора собирать камни, ну что ж, вы их будете собирать никуда не денетесь, поэтому, допустим, стоит какой-то гуру, или священник, какой-то религии, не важно, вот у него там одежда специальные какие-то, и к нему приходит новоиспеченный адепт, который хочет постичь суть данной религии, не важно, какой это религия или землянная, что происходит, если я нарисовал первое салтаренное, потом духовное, дальше идет сущностное кольцо сил, откуда формируется форма, кстати, мы этим пользуемся, без сущностей у нас никаких форм не получалось бы, далее идет эфирный, то есть легкая материя, и самый низ этой материи легкой является по названию астрал, если это чувственность наша, проявляется чувство там, а еще пониже немножко мысленно, вот эти мы мысли формы испачкали и чувственность настолько испачкали, что все валится, что же тогда происходит, этот человек, если он не выполняет законы, заповеди, он выше этой черноты не поднимается, его слово распространяется в пределах вот так, и бесы ему не дадут сказать правду, потому что он сам находится и головой, и рух, и вот эти неточности, которые в каждой религии есть, они ему мешают нести правду, но он говорит цитаты из Библии, то же самое, так же, как Иисус говорит, или как основатель какой-то другой религии, он говорит цитаты допустим из Корана и еще откуда-то, ну что происходит, он ему говорит, но сам он это же не делает, почему сказано, кто говорит, что Бог опознал, но заповедь не соблюдает, тот лжец и нет неумыслин, это в Новом Завете и Храм, по-моему, первое соборное послание святого посла Иоанна, если ты говоришь, что Бог опознал, но заповедь не соблюдаешь, ты лжец и нет неумыслин, что еще может быть такого, далее, что происходит, в голову человека эти цитаты попадают, причем он смотрит на облачение, он может находиться в храме, естественно, у него есть реальное естественное уважение к месту это дом Божий, ему говорят слова, которые когда-то Бог говорил, он открывается в вере к тому, в данном случае не Богу, а тому интерпретатуру, который ему говорит, и что он говорит, что Иисус кровью всех искупил, но если бы он искупил, мы были бы счастливы все верующие в него, а верующих не так уж и мало, почему же эта часть людей на земле несчастливая, наоборот, они старают может еще больше, потому что если человек в вере открылся, он очень чувствителен к пакостям, и тогда он это все видит и переживает. Далее, когда человек воспринял этот вариант, скажем, я в шутку всегда говорю, булочку, очень такой вкусный, запах хороший все, предложили человеку съесть, и сказали, что это булочка с изюмом, но там не изюма тараканы, а человек-то верит, что это изюм, ест и не смотрит, и вместе с булочкой проглотил вот эти вот вирусы информационные, если можно так назвать, они в нем осели как догмы, и мешают потом слушать другого, ему говорят, не слушай никого, ты бесовщина, все остальное бесовщина, только не нас слушай, и так говорят в каждой разновидности религии, то есть взять основные несколько религий крупных, и взять от них ответвления, как по их десятке, а еще взять и секты, и все, только мы внесем правду, только мы, я говорю, чтобы для человека вот эта вся ложь не явилась бы предметом, как призыв, вход к Богу, можно сказать, в любой религии люди, будь то мусульмане, христиане, и людей, и католики, и православные, все что угодно, что самое главное сделать надо, человеку, обращаясь, не нация, не конфессия, и обращаясь к человеку, что должен сделать человеку по отношению к Богу, выполнить законы Божьи, любая настоящая религия несет в себе это, но выполнять их надо, а не говорить о них, не цитируя, цитаты еще никого не приводили к Богу, к Богу приводят только выполнение закона, и еще раз возвращаясь к Христу, и пусть выполнять законы, тогда вы любите Бога, любое другое существо Бога не любит, значит, христианином может быть только тот, кто либо выполняет заповеди, либо на пути к этому, он растет каждый день, каждый месяц, каждый год, все больше и больше уничтожает свои грехи, смирение принимает старые, и у него вот эта туча с него постепенно слазит, и тогда формируется связь с душой, а тем самым, и он начинает слышать душой Бога, радость приходит, ощущение защиты победителя, вот это все должно сформироваться, и это не приходит за один день, или за неделю, или даже за год, и два, и три, это долгий процесс, и это книги, вот это душа нам пишет, что вы будете работать, естественно, что когда вы это услышали, поняли, и захотели выполнять заповеди, идите, ни одно существо из вас за срок, который остался до часа икс, когда наступит конец, вы не успеете сто процентов все убрать, потому что время очень мало, вам были отпущены миллионы лет на это, но вы спали, а теперь, как за лето красное пропили, а зима глядит глаза, и вот сейчас, когда времени очень мало, вы должны делать максимально все, что можете, если будете максимально делать все, что можете, будет зачет, пройдете, если будете вот так идти, меньше, меньше, вот так, если сверху посчитать, что у вас потенциал такой, сделали вот столько, вы могли сделать, но не сделали, не зачет, это важный принцип, вы знаете, этот принцип, обязательно надо знать, что не только правильно, но и быстро надо идти, вот люди, которые недооценивают, что такое время, я очень хорошо чувствую, что такое время, и когда вижу, что человек может делать, но не делает, почему же он не делает, ну почему, ведь он все это слышал, он знает неоднократно, почему же он этого не делает, не хватает веры, вот во все это, а сколько раз нет веры, все, все, что я рассказываю, как карточный домик разваливается, он просто не принимает это, и мозг ему, в этом помощнике, через мозг идет, ну ничего, ссорен, проживем, вот, есть и другие моменты, когда бытовщина захватывает все, но важно понять, что когда от такого гуру, человек воспринимает очень умные фразы, он считает, что он все знает, поэтому слушает меня, он говорит, вы знаете, я такого уже наслушался, у меня есть духовник, он мне это все говорит, каждую неделю, я с ним встречаюсь, он мне говорит, я все знаю, я чуть ли Библию, я здесь все знаю, и вы знаете, Библию, это не значит, что вы усвоили ее духовный смысл, там все, и от человека есть, и от Бога есть, надо еще, отсепарировать, то, что от Бога, и посмотреть, что от людей, а сделать это может только душа, которая немножко выбралась за пределы лжи, и она начинает чувствовать, вот здесь ложь в словах, и правду в словах, и начинает отделять, чтобы получить этот сепаратор, нужно потрудиться над собой, вот, можно сказать, этого человека завели керосином, а для того, чтобы взлетать туда, нужно ракетное топливо, нужно сильное слово, а слово этого человека, дальше астрономерс, оставляется, а нужно слово отсюда, и вот если человек выполняет законы, он начинает приобретать силу вот этих своих верхних этажей, и тогда он может передавать на всех этажах, то, что ему идет оттуда, вот откуда сила приходит, поэтому я и говорю, прежде чем обучать кого-то, сначала сделайте усилия над собой, и на это нужны годы и годы, и потом только постепенно вы начинаете передавать информацию по высшим этажам, на ощутительном уровне, на чувственном уровне, и так далее, и сможете справиться с той тьмой, которая вас будет атаковать, потому что фактически это выдается оружие против тьмы, и она этого не прощает, она знает, что здесь, если 10 человек поймут, что такое смирение, и будут каждый день переставать обижаться на какие-то события, они начнут крушить направо и налево эти сотни и десятки бесов, и это реально и потеряных в рядах, а у них как мафия, все сцеплены в сети, одного беса уничтожили, они everybody help, все на помощь нашей бьют, и вся тьма земли накидывается, вся тьма земли за всю историю, это немалая величина, и способность тогда устоять перед них, перед ними, может только крестная сила, вот зачем нужно крещение, без ними пройдешь, если может на меня какие-то другие, или и обижаются, я как бы стою в стороне, я их не обвиняю, я их не осуждаю, пусть они делают то, что они хотят делать, а мы, христиане, должны делать то, что мы хотим делать, вот и все, а у них тоже свой выбор, они хотят верить по-своему, хотят понимать по-своему Богу, но пусть это их право, у нас есть единый Бог, высший судья, и все религии признают, что Бог-то единый, но каждый воспринимает это со своей точки земли, право у человека остается, или группа людей, или какой-то конфессии, это их полное право, они так считают, но мы тоже тогда считаем, что если я так понимаю Бога, то я тоже имею на это право, главное, чтобы не вредил никому, ни людям, ни стране своей, никому не вредил, в том числе и в этой стране, в которой я хожусь, это полное разрушение, в том числе эмоциональное разрушение, не надо никого ненавидеть, не надо никому завидовать, не надо никого обижаться, все, что происходит на всех этажах, все справедливо, люди это заслужили. Есть вопросы какие-то? Почти нет, но там где-то сзади зреет вопрос, пока не знаю от кого. А такой вопрос. Вот. Владимир Владимирович, я попричу уже утром, что... Чуть погромче. Я попричу уже утром, объединили официально сетку ЕГО. Так. Я предысторию не знаю. Нет, но я, ваше мнение, попричу бы это сетку. Ну, я думаю, что, скорее всего, они ввязались в какие-то политические подскудные процессы, что Россию пытаются разрушить вот так, через какие-то организации, общественные там и прочее. Потому что Россия это последний, можно сказать, бастион там, где еще можно что-то нести. И самая главная это причина, то, что Россию так ненавидит сейчас. Культивируется нервис к России, вы же сами видите это все. В средствах массовой информации повсеместно по земле. Почему? Многие считают, материалисты, что наша земля богата и хотят просто отобрать наши ресурсы и все. Оставить там несколько миллионов народу, чтобы они работали на родниках, там, пилили лес и так далее. Ну, командовать этим будут там знаете кто. Но, на самом деле, причина значительно выше. В России идет процесс, который на земле нигде больше не идет. Я считаю, что в России состоялось пришествие. И центр притяжения света там. Поэтому и получается, что тьма атакует Россию сначала на потустороннем уровне и ее здесь ставленники на земле черные, они формируют это давление и в материальном плане. Вот и все. Но истинная причина тьма пытается задавить именно вот эти ростки света, которые здесь через людей они начинают подниматься. Поэтому, если это все перекрыть здесь до катастрофы глобальной, значит, на земле никто не уцелеет. Вот в чем дело. Ведь сатана и команда его даже тех, которые ему поклоняются откровенно, и сатанисты, он их призирает. Сатана призирает всех слабых, ничтожных людей, которые в том числе и в него верят. Вот. И он же бывший ангел. Он перед Богом всегда в диалоге. Господи, за что же ты их любишь, посмотри им, только дай им маленький соблазн. Они начинают друг другу жить, мешать, завидовать, прелюбодействовать. Все, что ты им говорила, ничего не служит. Много, миллионов лет уже ничего не служит. За что ты их любишь? Потому что сатана лишен любви. Вот он ввел ложное начало, отец лжи, как его называет Иисус. И 2000 лет разговаривая с тем народом, сказал, что же вы делаете. Обвинил их, потому что вы не идете к Богу, потому что вы не слышите меня. Вы почитаете Новый Завет, Откровение Ана, и так далее, и так далее. Вот даже апостолы, которые пошли за ним, апостолы, переводится из греческого «посланы на проповедь». В самом названии апостола, ничего святого нет. Те люди, которые были ближе к кресту, ну вот, что произошло? Вы понимаете, даже самый умный человек и верующий, он не может мгновенно понять, что хочет от него Бог. Потому что, прожив миллионы лет во лжи, не так просто освободить сознание. Инерция колоссальная. Следовательно, когда пришел Иисус, он начал работать, если можно так сказать. Месяц за месяцем, по-моему, он около трех или четырех лет, пока его не убили, он ходил по городам и весен, за ним ходили несколько человек, которого выбрал Андрей Первозванный и так далее, и так далее. Но в Библии вы найдете такую фразу от Христа, «Вы еще не можете вместить все, что я вам даю». Это цитата от Христа. Следовательно, и он говорил, но его не всегда, и далеко не всегда понимали. Ту глубину, которую он давал. Почему? Надо было этим апостолом сначала с бесами расправиться. А люди, что из них слепили идол? И у нас фактически апостольская религия, но не христианская. Потому что пошли больше по моментам, которые говорил Павел, там еще другие. Но если взять Христа, как однажды на телевидении сказал один священник, он сказал очень правильно, если нам предъявить то, что требовал от нас Бог, можно сказать, что у нас христиан на земле нет. И он был прав. То есть христианин, я думаю, что он может немножко пересолил, может быть и есть христиане, может мы их не знаем, но по крайней мере их очень мало, их не видно. Так получается так, что апостоли не понимая, но при всем своим желаниям, они не могут вместить сразу все. На это нужно время. Нужна их личная борьба по устранению своих ошибок. А время-то не было. Поэтому, как только Иисуса убили, они остались без поддержки. И их тут же начало тьма атаковать, используя их числа, и так далее. Если вы почитаете внимательно, особенно Павла, он и пишет, что не слушайте никого. Эти все там такие-такие-такие неправы. Я прав. Он и фессалоникийцам, и евреям, и римлянам, все эти послания со мной римлянам. Мое сознание не хочет грешить. Значит, оно перед Богом невиновно. Человек есть сознание. Если я не хочу грешить, я уже перед Богом чист. А плоть моя грешит. Вот только после смерти, значит, это с меня грех слезет. Получается, что сознание не хочет отвечать за поведение своей плоти, но человек боится об этом думать. Это же святой апостол Павел. О нем столько много хорошего. Он такие очень красивые фразы написал о любви. Да, это есть. Да, это есть. Но ведь и в литературе есть, которая до нас не доходит. Вон протестантская литература говорит, что больше, чем Павел, никто не внес искажений в христианство. Потому что он был враг христианства при жизни Христа. И после смерти Христа только начал. И так далее. Все это во вселенских соборах, многочисленных. Как бы, говорят, не выносите ссоры из избы. Что там было, не важно. Главное, чтобы паства об этом не знала, что тут было между нами. Вот. А что говорит Иисус по поводу своих апостолов? Он говорит в откровении Иоанна Богослова. Это вот то, что называется апокалипсис. Вторая глава, второй стих. «Знаю дела твои и труды твои, и терпение твое, и знаю, что ты не сносишь развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они не таковы, ибо они лжецы». Это слова Христа через Иоанна, который последний был, уцелел на острове Патмос, он ему дал это откровение. И в первой главе написано, от кого это откровение идет Иоанну. Через ангела своего Господь сообщает. Видите же как? Эти фразы мимо сознания, человек даже пытается хазать, а тут бес приходит, «Тебе что говорил священник?» Человек лапки складывает, и все, «Не, не, 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 лучше не трогать, лучше не думать». Все. Вот это вот компромисс, а ведь сознание требует логики, поэтому нужна слепая вера. Чтобы человек шел вот за этими непонятностями, нужна вера слепая. А что сказал Иисус? «Слепые вожди слепых, оба упадут в яму». Говорил, говорил. Он же все видел наперед за эти две тысячи лет, он видел, что земля плохо кончена. Он же не ясновидящий, он был, это око Бога сверху за всеми событиями. И когда он понял, что люди даже Христа уже убивают и прогоняют, за ним же пошли очень мало за Христом, а все и колеблюсь, и обвиняли, его из городов прогоняли, он видел, что с человечеством уже необратимый процесс пошел. И он тогда стал предсказывать, что будет суд, и во время второго пришествия будет и конец. Это тоже у Матфея все описано. Поэтому я говорю, я ничего не изобретаю. Я просто говорю то, что говорил Иисус. Это единственная, я считаю, сила от Бога, которая приходила. Почему он и говорил? «Никто, как только через меня, не попадет сюда». Почему? Потому что, можно сказать, а что пророки были? Пророки были, но они вот этого уровня. Они сотворенные, а Бог не сотворенный. Он сам Творец. Поэтому этот луч был самый сильный. И поэтому лучу подняться можно через вот этот огромный толстый слой этой тучи. Пробиться можно. А вот этой физики пророков не хватает. Вот в чем суть его фразы. Не то, что они были неправы, они все правы были. Но только силы их не такие, как у Бога. Поэтому приходили не тогда, когда на земле еще не так черно было. Понадобилось пришествие самого Бога на землю в лице Христа, чтобы принести истину, устоять и не побояться умереть за нее. Вот в чем его подвиг, а не в том, что он крови кого-то искупил. И самая эта фраза, она лишает человека к желанию работать. Вы сами поймите, если за нас Бог все искупил, а зачем тогда с грехами-то бороться? Нам хоть и говорят, Борис, ты грешник, но ведь Иисус крови все искупил. И крещение якобы там грехи какие-то отпускает. И приходите нам еще грехи, мы вам отпустим. Да сколько же можно те же грехи отпускать? Если вы говорите, опять когда эта логика стучится человеку, он начинает отметать с перепугу, что он, если он подумает как-то не так, все, Бог от него совсем отвернется. Страх, страх и страх. Вот и на этом страхе держится слепая вера. Потому что, если все это убрать и человеку дать, сказать, да где же логика? А у Бога нет логики, надо просто слепо верить. Я говорю, слепая вера равнозначно непониманию. Это нонсенс. Как можно верить то, что я не понимаю? Протест идет сразу, и этот протест человек насильно глушит. Ну, наверное, хватит, потому что я вижу вопрос, вы не задаете. А? Да. Вышен пишет в своем докладе имя, что человек есть то, что говорит его имя. То есть, вот наши имена закладываются еще там. Имена? Да, имена. А, имена? И человеческие. Но и фамилия, а вышен пишет, что и фамилия тоже. А если женщина меняет фамилию, то что ее суть меняет? Да нет. Фамилия-то, наверное, нет, имя, скорее всего, больше значит. Я тоже об этом думал. Думаю, ну, почему, скажем, взять там какое-то имя? И есть очень хорошие люди под этим именем, есть очень плохие. Вот. Я думаю, значит, человек свое предназначение не выполнил, которое по имени ему дано. Вот и все. У меня такое вот ощущение, что один, скажем, Саша сильный, а другой слабый. А третий уже давно в небе сидит. И зовет всех остальных Саш. Ну, я в шутку, конечно. Вот так. Света, это от Света. А? Име Света, это от Света. Света, да. Это, видите, какое имя, да, Света. У арабов называется Нур, принцесса Нури, принцесса Света. Так что вы можете так называть супругу. Нури. Света, А как понять, где вам пытается кинатать, что Света, родонежские, все, денисровские, то есть, как бы, те, кто, продвинулись, они уходили в отшельничество. И когда они не общались с другими людьми, они развивались интенсивно. Вы говорите о том, что за придет суд, то мы должны, ну, то есть, как бы, каждый должен максимальный интеллект, насколько он может, находясь, среди людей на работе, с друзьями, с близкими и так далее, все равно не получается отрежиться и двигаться. Ну, почему не получается? Я вырос в социуме. Я вырос в крупном городе. Было тяжело. И если вы внимательно читали эту книгу, там написано, что сильный в духе человек не нуждается в отшельничестве, потому что социуму дает такую нагрузку, если он ее выдержит, то вместо того, чтобы сидеть 40 лет в лесу, он за 5 лет пройти может тот же самый путь, если он выдержит, конечно, этот натиск. Пожалуйста. Сильный человек, говорит, не бежит от препятствий, он идет навстречу, страдает, побеждает и тем самым продвигается быстро вперед. Поэтому я считаю, что человек, вот как, как любовь к родине, если ты гражданин своей страны и любишь свою родину, ты должен сделать полезные вещи в ней, какие-то создавать блага материальные в том числе или культурные, неважно, кем ты работаешь, главное, чтобы это полезно людям было. У меня был такой момент, когда одна женщина, тоже семинар когда-то проходила, она говорит, Юрий Николаевич, вот мне уже за 70 лет, мне выживать как-то надо. Она говорит, я вот это, что-то мне плохо, и ноги отказывают, и там сердце болит, и там это, я, во-первых, вижу, что у нее веры нет, я всегда вижу это, а во-вторых, говорю, вы занимаетесь чем-то нехорошим. Она говорит, ну я водку продаю, ну как-то же надо жить, на пенсию не выживешь. Я говорю, знаете, всегда есть возможность как-то заработать. Если вы действительно верите и делаете все, что можете, помните фразу опять, не еще во что одеться, чем питаться, Бог знает все ваши нужды. Он даст этот вариант, который для выживания. Я на себе это стократно испытал. Не унывай, иди вперед, улыбайся и так далее, всегда тебе будет и подсказка, и какая-то линия, на которую опираясь, ты можешь пройти дальше. Сколько раз, мне говорили сколько раз, нет денег, я говорю, денег заработаем. Когда ты их заработаешь? Сработы у тебя сейчас нет, чего вы боитесь? Ну почти нет денег, но это почти-то еще, почти. Два-три дня сможешь откуда-то, приходит работа, заработаешь и все. И всегда так. Вот сколько живу в этом ключе, всегда так. Поэтому я этой женщине сказал, а что у вас вот есть, ну-ка расскажите мне о своей жизни. Она сказала, да вот я вот это то, то я свою квартиру сдаю. Я говорю, а где ваша квартира? И за сколько вы ее сдаете? За 300 долларов на метро Алексеевской. Я говорю, что? Вы знаете, что там полторы-две тысячи долларов стоит сдача квартирных, двухкомнатная квартира мне? Ну может и вы не будете так людей обдирать, но за тысячу долларов вы смело сдадите. Вам что, вот 60 тысяч рублей не хватит? Да вот так. Я говорю, так сдавайте. Ну там человек такой конючий, он там колбасой торгует, но у меня денег нет. Я говорю, берите колбасой. Ну, шутку говорю, потому что он конючий, потому что он жадный. Вот. Если он такой нищий, пусть снимает где-то на окраине Москвы или в пригороде, и торгует колбасой в Москве, пожалуйста, и вас обманывают, говорю. Вот. И она обрадовалась, и потом позвонила, через неделю, говорю, знаете, и он стал платить мне. Все нормально, водку перестал продавать. Я говорю, так, еще веру верните, и все будет хорошо. Ну, как такой небольшой пример. Потому что всегда, кажется, за лесом, как говорится, деревьев не видно. Есть такая пословица. Потому что, в общем, говорить, это одно. А когда конкретно по людским судьбам пройдешься, у меня такой опыт есть, совершенно разнообразные моменты есть, и надо их как-то понять, осознать. И всегда я убеждался в той судьбе других людей, если они честны в этом путешествии в небо, у них всегда идет поддержка, если они только сами в чем-то содержательное. Надо идти. А когда человек начинает опять лениться, и кивать на свои слабости, недостатки, у меня не получается, не получается, я могу так сказать, горе побежденным, если вы сложили лапки, воля Божия к вам не пойдет. Воля Божия идет куда? Только там, где человек действительно грехи свои перемалывает, убирает, в смирении принимает, тем самым он Богу реально показывает, Господи, я с тобой, помоги мне, потому что я делаю все, что могу, но у меня сил пока не хватает. Вот это заключительная фраза молитвы. Отведи от искушения, избавь от лукавого. То есть я пока слабый еще христианин, я начинаю, отведи меня от соблазнов, от лукавых, которые меня достают. Вот в чем суть. Ну и Николаевич, у нас еще такое стольное вопрос. А по киму Матиль, да почему такой скандал у нас не разгорелся, потому что мы только из новостей здесь. Хорошо, скажу, потому что, честно говоря, я тоже об этом подумал когда-то. Ну и есть такая информация. Вы же знаете, что царь причислен к лику святых какой-то год там. И как это вдруг святой к Матильде пошел? Нехорошо. И началось гонение, потому что идет такой диссонанс, что царь был живой человек. Вот. И жена у него, можно сказать, династический брак. Помните, как Пугачева поет? Все могут короли, но только по любви ни один король может жениться. Николай тоже так же. У него Алиса Гессенская была, жена царица. Она что, неплохой человек, хорошо воспитана, в какой-то степени может и симпатичная, но не было любви в паре. Вот. И когда у него в этот живой процесс пошел любовь к Матильде, к Шесинской, была красивая очередь женщина, книга о их отношениях дома есть. Там история театра, по-моему, за 300 лет истории русского театра. Ну и там вот упоминается одна глава как раз в этих отношениях. Вот единственное, может, у него сердце задышало через эту любовь. И что? Осуждение, да? Что святой не может любить, оказывается. Как интересно. Если ты святой, в сторону женщины не ногой. И женщина тоже, сиди себе в келье, накройся платочком и не дыши в сторону мужчины. Я говорю, если бы мы так делали, мы бы давно, как человечество, исчезли бы с лица земли. Да еще и совершали бы прелюбодеяния, если бы вот так слушали. Раз я святой, любить не имею права. Вот у меня есть по печати жена. Все. Да, я уже говорил, то, что мы встречаемся, мы влюбляемся. Оказывается, что это не любовь и влечение, которое тает прямо на глазах, как снег у Марти. А потом что делать? Да, надо терпеть. Терпеть надо, терпеть, терпеть. И вот начинается вот этот протест, бунт души, который хочет любить. Она стремится к этому. И если ей повезет, она найдет это. И по этой радости тогда начинают стучать кулаками и копытами, и черти все, в том числе и через священников, через подруг, через друзей, подмешивая провокации, зависть, клевета. Мы тебя видели, там с кем-то его видели, он там гулял, он там, и начинаются скандалы, и пошло, и пошло. Пока не сожрут эту пару в любви, пока не уничтожат эту любовь, тьма не успокоится. Вы помните все сказки, легенды, даже есть оперы о отношениях людей, когда вот так получается, и всегда это кончается плохо, за исключением сказок. То есть тьма не терпит любовь, потому что там, где есть любовь, тьма прикоснуться к этим душам не в состоянии. Поэтому остервенелая борьба идет против настоящей любви. И там, где она хоть как-то начинает формироваться, все кидаются, фас сожрать, уничтожить, в том числе и силой якобы закона. А на самом деле это не закон. Закон любви, люби, и будь любимым. Вот это закон. Неси радость другому, хотя бы одному человеку. И дети у тебя тогда будут прекрасные. Это будут дети любви. Они намного будут здоровее, намного счастливее, потому что у них заряд будет такой высший. Вот поэтому борьба идет. И вот Матильда, она как раз и проявила, это. Я не могу сказать, какой уровень отношений у них был, какая там была любовь. Но я думаю, намного ярче, чем у него была дома. Но он еще был царь, вот, скажем, был на виду. И, скорее всего, там и осуждали тоже, и так далее, и так далее. Но почему-то осуждение коснулось его только тогда, когда вскрылось это все. Что он не ходил к Матильде, ходил, знал об этом церковь, когда его канонизирует, знала. Когда никто особо не обращает внимания, пусть будет святым. Но когда все это раскрыли, правду раскрыли, все начался скандал. Как же не любит наша церковь правду? Как же они начинают травить все, там, где есть правда? Что такое было у нас первый раз на земле, когда пришел Иисус, его тоже уничтожили за правду. Но не бывает истины. Это самая высшая инстанция истины. Но не нравится людям. Особенно тем, кто вдруг начинает исповедовать нам каноны религии. Ну, сильно не нравится истина, потому что вся их лень будет проявлена, и люди поймут, кто они такие. Вот и все. То есть фильм смотреть можно спокойно? Я думаю, смотреть можно все. Только, чтобы это было как-то в культурных рамках, потому что есть фильмы, которые осадок нехороший. Вот. от них тяжело. Это когда жестокость, какой-то эти ужасы когда показывают, когда похоть показывают какую-то непристойную, когда в сумме вот это все показывают, конечно, это неприятно. Но если показывать срез человеческой жизни, пусть это даже царь, но он был человек. Я в историю так тоже много интересовался, историей и древней, и современной, там и Византии, и Рим. Вот. И практически это всегда была у них жизнь, это не сладкая, у царей. Это кровь, это постоянное ожидание, отравление. Родственники тебя могут подсидеть, это вот, если кто попадался, книга «500 лет тайной войны». Я ее читал долго, потому что она очень информативна. Там вся история заговоров европейских за 500 лет. Это кошмар. Это сплошные убийства, отравления, интриги, международные интриги, когда родственники, династические, все родственники между собой, цари-короли там. И вот они там используют эти сестра-брат, и там это, и вот это все возня, эти заговоры, пороховой заговор в Англии, там и такое, такое, и такое. Я прочитал, наверное, ну третью часть, я так устал, я отложил, я не могу больше. Напихал столько информации, я потом говорю, зачем? Нам такие вещи есть интересные, когда Англия с Испанией воевала, по-моему, вот, и был лорд какой-то, который, ну как вот спецслужба сейчас, он отвечал за разведку, тайная служба, короче, была, разведка, контрразведка того времени, это, по-моему, король Яков был в Англии такой, я не помню, какой век, когда с этой, по-моему, 15-й что ли век, это же времена Колумба были, 1400, да, или 1500 какой-то, забыли. Мария Стюарт, якобы цель Марии Стюарт. Ну, я не помню век, но то, что сам этот лорд, который ведал разведки, контрразведки, не мог никак понять, что они там чуть ли не втроем, вчетвером это знают, информацию, и в том числе и военная информация, и вдруг Испания узнает это откуда-то. Тогда он с королем начал вдвоем это обсуждать, все равно Испания узнает. Тогда он пришел к королю и говорит, Яш, ты что ли? Он говорит, я, деньги-то нужны. Вот так вот бывает. Тоже вот там эта целая глава, я читал бы, ну да, здорово. Ну что, давайте. Я хотела спросить вас немножко поговорить о энергетической защите, когда очищаешься против нападения. Насколько это еще актуально или же смирение это самое актуальное? Смирение, смирение, а защита, защиты. Приведу самый распространенный, например, на вид он очень беззлобный. Звонит вам какой-то знакомый, подруга или что, или встретился, и начинает вам изливать на вас всю свою несчастную жизнь. Проходит минуту, две, три, и вы начинаете преподать уже на одну ногу, плохо становится. Почему? Потому что вы, допустим, это есть подруга или знакомый, вы как бы сочувствовать начинаете. А что такое сочувствие? Вы открываетесь, вы сочувствуете человеку, значит, пытаетесь облегчить ему страдания его эти. А он этим пользует, и льет, и льет на вас. Потом смотрит, у него щечки порозовели, а вы, это, сдулись. Это очень часто так бывает. Поэтому, говорю, можно сказать, а что, таким бесчувственным надо быть? Говорю, почему бесчувственным? Можно сказать, что, если сильно страдаешь, давай сходим на лекцию, послушаем. Может, там объяснят, как не страдать. А я не хочу никакие лекции. Ну, тогда, извини, у меня своих проблем хватает. У меня, мне мое здоровье тоже надо, мне, моим детям, моему мужу. На моей работе я должна быть здоровой, поэтому я свое здоровье не отдам, имею право. А хочешь, если помочь, пойдем, я тебе помогу, я тебе расскажу. Вот книгу почитаю, там объясняется, почему мы страдаем. Не хочу читать, ну, тогда страдай. А я тогда не дам ничего. Вы хотели оказать помощь? Да. Помощь была реальной бы, если бы она это почитала? Да. Поэтому и ко мне тоже много раз обращались. Помоги так, помоги так. Я говорю, давайте, я вам объясню. Да зачем мне, ты мне дай, мне там полмиллиона, и все. Я говорю, я не дам. Почему не дашь? Потому что вы мне не отдадите. Как это я не отдам? Потому что я вам не дам. Потому что я знаю, что человек, ну, он такой, он прожекты, одни прожекты, он одни деньги в родственников, брал уже 20 раз тех, 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 и опять пишу, дайте кто-нибудь, ну, дайте кто-нибудь. Но он не хочет работать, он сам не умеет работать, он думает, что вот купи, продай, возьмем вместе, взял, купил, в другом продал, за бешенную цену, и все, он богатый. В торговле тоже свои законы есть. Надо изучить рынок, надо изучить спрос, надо четко знать, когда и сколько привезти, и за какой срок очень быстро продать, чтобы у тебя была прибыль. А если ты чуть-чуть упустишь момент, ты и раньше тебя вот это продаст в то место, где был спрос, и все это останешься со своим там мылом или компьютерами, ты никому не нужен. Повиснет, надо платить за склады, за то, за все, у тебя еще расходы по приобретению, по привозу, все это на тебя висит. Все это очень надо хорошо понимать в кухне. В любом процессе надо быть профессионалом. Вот, и когда я вижу таких вот прожектеров, я говорю, не дам, потому что я знаю, что деньги улетят, ему никакой пользы, и я без денег, останусь. Это прекрасно я вижу. Ну, ты как мне поможешь? Я говорю, вот так вот, приходи по беседам. Зачем мне твои беседы нужны? Мне деньги нужны. Я говорю, иди в банк, под проценты возьми. А вдруг не отдам? Они мне квартиру отберут. Я говорю, хорошая логика. Ну, так вот. Иди в банк, давайте, я чувствую, уже мы, так сказать, с полезной волны сошли. Я еще, так, я говорю, к этому же вопросу, когда человеку берешь в голову, и он будет рекомендовать, ну, на правую защиту. Юля, я вас прерыву, извините, и скажу, что можно даже формы строить не так, вот прям, вот сидеть и вот, и ловить их там где-то, вращая глазами. Можно просто, вот как говорят, закрыться. Я отстраняюсь просто. Вот такой есть формы, отстраняюсь все. Вот не хочу разгружаться. И скажем так, вот я как фанера стою и все. И говорю, мне уж пора. Тоже форма, правильно? Тоже. Просто она не формируется в вашем сознании, но она уже сработала. Вот. Это не равнодушие, это не пофигизм, это защита себя. Мы имеем право себя защищать. Нападать не надо, но защищать мы имеем право себя. Это вот способность учиться жить правильно. Потому что, в заключение могу сказать такую фразу, человечество многому чему научилось за всю свою историю, единственное, чему оно не научилось, жить не научило. Правильно. Все. Давайте. До свидания. До свидания. Здраво всем живущим, здорово всем живущим, Здраво добрым душам, Сколько ж я спал, Глаз не закрывал, А теперь очнулся. Добрые вы люди, Что же с нами будет, Коли душа не хочет прощать, Верить и любить. Ярило, ярио, Светит всему миру, Добрым и злым, Грешным и святым, Чтобы все мы жили, Гори солнце ясно, Чтобы не погасло Сердце твое, Обогрей свой дом Светом и любовью. Я полмира прошел, И полвека прожил, Деревья сажал, Дети наружал, А дома так не нажил. Мой дом чистополе, С крышей и земною. Гори, леса, реки и моря, Братья и друзья мои. Гори, леса, ветры и моря, Братья и друзья мои. Радуга, девица, Ты ж моя сестрица. Радуй нас всех, Чтоб лызункий смех Заиграл в косицах. Радуй нас всех, Чтоб лызункий смех Заплясал в косицах. Радуй нас всех, Чтоб лызункий смех Мне не хватает. Песни твоей Душу мне согрей, Матушка родная. Песни своей Душу отогрей, Матушка родная. Гори, душа, поклонись роду, Обратись к Богу, Прости и прощай. Пой, душа, добрую песню, Словно ей дело, Свет обращай. Далека дорога, Подождем немного, Ночку вдвоем С женой проведем, А с утра в дорогу Половинка моя, Ты ж вернее камень. Вместе вдвоем Все переживем до скончания века. Вместе вдвоем Все переживем до скончания века. Присядем на дорожку Помолчим немножко. На посошок, наливай дружок, Скатертью дорожка. На посошок, наливай дружок, Скатертью дорожка. Гори, душа, поклонись миру, Обратись к Богу, Прости и прощай. Гори, душа, поклонись миру, Обратись к Богу, Уместе скатертью дорожка. Вместе снах, за просу, Безуси, Безуси, снову песню Словно ей дело, Свет обращай. Гой душа, гой Субтитры создавал DimaTorzok